Добрый день, дорогие слушатели! Мы приветствуем вас на очередном выпуске подкаста LeanMeUp SysAdmins, и сегодня мы поговорим о почтовых сервисах. В гостях у нас Михаил Соловьев, руководитель группы виртуализации компании DataLine, Сергей Груздов, ведущий инженер компании DataLine, Александр Чистяков, самый главный инженер одной интересной компании. Ну а сегодня перейти передачу будем мы в усеченном составе. Это Антон Литвинов и Антон Клочков. Рома в отпуске, мы все дружно хотим пожелать ему отличного настроения, хорошего отпуска, благо у нас уже в России весна потихонечку приходит, и надеемся, что он отдохнет за всех нас. А сегодня мы не будем устраивать холивары на тему того, что жив ли мертв ли в почтовые протоколы, вообще почта, нужна ли она, не нужна. Мы хотим просто поговорить о почтовых серверах и помочь админам, которым нужно выбрать какое-то решение, сделать их сложный, наоборот, выбор. Опять же, замечание. Мы не будем сегодня обсуждать никакие онлайновые сервисы, потому что сравнивать почту, которая находится в вашем ведении на земле, и почтовые сервисы было бы абсолютно некорректно. Возможно, мы потом сделаем по этому поводу отдельный подкаст, но не сегодня. А обсуждать мы сегодня будем. Всем известный, такой неоднозначный и, в общем-то, большинству известный Microsoft Exchange. Еще один представитель — это M-Diamond. Дальше пойдут у нас сервера под Linux. Это всем известная Zimbra, небезызвестная многим CommuniGate Pro, и потом мы поговорим про узкоспециализированные сервера, как то PostFix, Devicode, Exim, SendMile, почтовый рилей Windows. Ну и что-то, может быть, еще вспомним по ходу, или наши слушатели нам зададут вопросы в чатике или в форме для задания вопросов. Давайте начнем, собственно говоря, с самого известного почтового продукта. Это Microsoft Exchange. И слово предоставляется у нас Михаилу, и он нам расскажет, соответственно, про, наверное, самую большую инсталляцию Microsoft Exchange в России и поделится своим богатым опытом по работе с данным продуктом. Спасибо, что мне слово предоставили, но рассказывайте про это были Сергей Груздов. Серега? Да, всем привет. Меня зовут Сергей Груздов. С Xenji я первый раз столкнулся в 2010 году. Его история немножко узнаю. Начиналась она с версии 2010, который, ну, как бы был обычный, очень обычный почтовый сервер. В 2007 Xenji появились... 2003 был немножко улучшенный, 2010. В 2007 появились первые зачатки высокой доступности. Ну, было видно развитие продукта. А вот 2010 Xenji стал прям таким коренным поворотом. В нем появились группы доступности, общие календари, общие адресные книги и много-много всего остального. Что лично мне нравится в Xenji? Мне... Ну, первое, конечно же, это его стабильность. Ну, даже не стабильность, а то, что убить его, нужно еще постараться. В отличие от многих других решений, не знаю, может меня поправят, но, насколько я знаю, у остальных почтовых серверов для обеспечения высокой доступности необходим Xen. А Xen это, ну, ни разу не дешевое решение. И, как бы, если вы внедряете почтовый сервер, вам нужно еще купить Xen, то бесплатность почтового сервера не покроет проблемы с его обслуживанием. В Xenji высокая доступность, в первую очередь, организована группами доступности баз данных. Это когда базы данных реплицируются с локальных дисков одного сервера на локальный диск другого сервера. И службы файловер-кластеринг обеспечивают переключение в случае отказа. Переключение происходит, в принципе, достаточно быстро, в течение 3-5 секунд. Раньше не было механизма так называемого транспарант файловер, когда клиент при потере соединения с сервером восстанавливал его прозрачно для клиента. То есть, все-таки клиент видел, что там переподсоединяется, что-то происходит. Сейчас, на данный момент, все это уже достаточно хорошо отлажено. И в случае падения одного сервера мапи-клиенты, именно мапи-клиенты, ничего не заметят. Из следующих приятных вещей это адресные книги. То есть, в основном, у почтового сервера есть одна большая адресная книга, которой пользуются все пользователи. В Xenji есть возможность делать каждому пользователю собственную адресную книгу. дополнительно глобальной. Можно сделать в группе пользователей адресную книгу. Ну, общими календарями и общими задачами сейчас никого не удивишь, что это умеют многие. Еще, что мне очень сильно нравится, это снижение административного оверхеда в плане выполнения некоторых задач. Например, у Xenji очень замечательная корзина. Она состоит из трех уровней. То есть, это обычная корзина, куда попадают пользователи. Это так называемый дампстер, помойка, куда попадают удаленные из корзины пользователям письма. И системный дампстер. Это, грубо говоря, дубликат пользовательского дампстера. Зачем это нужно? Вот, например, пользователь получил письмо, письмо удалил его, очистил корзину, а потом понял, что письмо ему очень жизненно необходимо, и надо его вернуть. В обычной ситуации он пойдет к системному администратору, и системный администратор будет очень долго его восстанавливать, потому что гранулярное восстановление это та еще головная боль. Здесь же, в Xenji, он просто нажимает правую кнопку на своей папочке Inbox и говорит, я хочу восстановить письма. Ему показывают удаленные, ну, письма, которые есть в дампстере за определенный период. Период настраивается либо отдельно для ящика, либо целиком для базы данных. Также это позволяет избежать, скажем так, саботажа со стороны пользователя, когда пользователь, увольняясь, удаляет письма свои все полностью и думает, что он таким образом навредил работодателю. Более того, он даже может очистить свой пользовательский дампстер, но в любом случае письма останутся в системном, и их можно будет восстановить всегда. То есть, это очень удобный механизм. Также есть механизм так называемого судебного удержания, когда у вас есть почтовый ящик, в котором вы хотите, чтобы письма вообще никуда не пропадали, никогда. И там, что бы ни происходило, как бы письма не удаляли, их всегда можно будет восстановить. Да, Сергей, хотел бы немножечко еще добавить про экшенжи, почему, собственно говоря, я тоже считаю, что для крупных компаний это единственный разумный выбор с точки зрения почтового сервера. Да, понятно, что это майкрософтский продукт, но с тем, что мы, большое количество людей считает компанию майкрософт не самым лучшим производителем софта, но никто не будет спорить о том, что у них шикарная интеграция между собой. И для офиса они шикарно интеграются с такими продуктами, как Exchange Online, как Shari Point, как Link, еще, кстати говоря, в Exchange есть очень интересная штука, называется онлайн архив. У нас компания, она очень используется, мы, когда к ней пришли, просто были в восторге от нее. Суть в ней проста до безобразия. У пользователя появляется дополнительный ящик, который не подкачивается на локальную машину, а используется только онлайн. Соответственно, вы можете вынести его на отдельные какие-то очень медленные диски, на которых хранения будет у вас стоить очень мало, либо вы можете вынести это вообще в Майкрософтское облако и платить его как за сервис. Но у человека это будет просто его общий ящик, перемещение которых, в которые письма будут происходить просто автоматически по заданному регламенту. Обычно это ночью происходит и перемещаются они туда по времени. Вот конкретно у меня в основном ящике, который и так занимает почти 4 гигабайта, все понимаем, что для мобильных устройств это не так много, но когда на твоем телефоне еще там фоточки, какие-то видосики, еще что-то, лишних пару гигов на почту, для того, чтобы ты смог оперативно к ней получить доступ, посмотреть какие-то старые письма, в общем-то, тоже не самая приятная вещь, занятая. И, соответственно, я прихожу, подключаюсь к клиентам Outlook. Кстати, отдельный разговор это, собственно говоря, клиент Outlook, который, хоть многие и ругают, но является практически стандартом корпоративного почтового клиента. Я подключаюсь и, соответственно, свои письма вижу как в основном ящике, так и могу покопаться в онлайн-архиве, который находится в облаке Microsoft, жрет там деньги под подписки и не тратит мои ресурсы. Но там может храниться, соответственно, достаточно долгое количество писем. У меня, например, начиная с 2012 года все лежит. И многие топ-менеджеры, я думаю, очень оценят такой момент, что почта их всегда в сохранности. Поэтому, по поводу архивирования писем, да, много можно очень рассказывать. Дело в том, что у вас могут быть онлайн-архивы, оффлайн-архивы. Вы можете делать различные правила по датам, по вхождению слов, куда перемещать эти письма и что с ними дальше делать. Вот, кстати, по поводу интеграции, да, если мы говорим про интеграцию с линк, в экшенже появляется такая интересная штука, как голосовая почта. То есть, если вам звонили по клиенту линка, не дозвонились, вам могут оставить голосовое сообщение, которое к вам придет в Outlook, и вы его можете потом прослушать. Да, кстати, тоже очень классная тема. Правда, здесь я могу сказать, что это можно реализовать в общем-то и на базе банальнейшего астерийска, плюс там пара небольших скриптов. Ну, здесь ничего не нужно реализовать. здесь как раз разговор был о том, об интеграции, то, что оно все сквозную, друг с другом интегрируется и в принципе очень маленький административный overhead на настройку всего этого и поддержку. Что еще можно сказать про, собственно говоря, Exchange? Так как у нас компания, он тоже используется в большом количестве. Сейчас начиная с 13-го и в основном в 16-м у Exchange появилась очень классная онлайн веб-форма для работы с почтой. Она не очень сильно отличается от Outlook, построена примерно по тому же принципу и для большинства людей, если там человек не заморачивается на какие-то очень серьезные вещи, ее хватает. То есть, в принципе, начиная с 2016-го сервера, ребята из Microsoft очень сильно переработали веб-форму и там она стала действительно очень удобной с точки зрения использования. Например, в 2010-м, когда мы жили, онлайн веб-морду в основном использовали так, как последний шанс что-то посмотреть, а в новом очень даже все прилично. По поводу дагов и отказа устойчивости уже сказали. Добавлю еще один момент. Не везде используется сан. Периодически есть варианты, когда используют репликацию баз данных. но как правило репликация базы данных несет за собой те же самые административные, технические и финансовые нагрузки, как и сан. И тоже в общем-то не является таким хорошим примером. Из еще плюшек, насколько я знаю, Exchange единственный кто-то может быть поправит меня, единственный сервер, который умеет работать в одном кластере в нескольких площадках. Причем площадки могут быть очень сильно геораспределены и это позволяет держать консистенцию базу с двух сторон планеты. С небольшими оговорками. Если вы делаете метрокластер на Exchange, там у вас есть основная площадка, есть DR-площадка. Если основной дата-центр упал, переключение ручное. То есть это единственный из минусов, которые есть. И вообще это касается всех метрокластеров MS, там нет автоматического фейл-эвера. То есть если площадка падает, должен быть человек, который дернет волшебный рубильник и оно поднимется. А тогда точки репликации у вас ничем не ограничены. Вы можете настроить полосу пропускания, то есть как реплицировать время. Еще да, я еще вспомнил момент про базы экшенжа, про которые я хотел сказать. Это в свое время Microsoft предлагалось как частичная замена резервного копирования в тех случаях, когда у вас большое РТО, когда вы можете потратить много времени на восстановление каких-то ящиков и баз. Это отложенные копии. то есть у вас есть DAC, у вас есть грубо говоря три сервера, на двух серверах копии активные, они реплицируются и с ними могут работать пользователи, а на третьем сервере накапливается журнал, он не проигрывается, журнал просто накапливается. И если вдруг возникает аварийная ситуация, вы можете взять источность до секунды проиграть журнал, восстановить базу и получить базу на ту точку времени, на которую вам как бы это было, но не особо прижилось. То есть это очень узкоспециализированный сценарий, но такая возможность есть, именно использовать отложенные копии баз данных как замену резервному копированию. Так, что еще? Ну, календарей задачи было, правила, ну, это, я так понимаю, это именно больше open source решение вопроса касается, про правила обработки, утверждения, потому что в эксенеджи это достаточно богатый функционал. Да, они его постоянно дорабатывают, сейчас ребята взялись очень плотно за шифрование, кстати говоря, очень интересная тема по поводу безопасности и эксенджа. Ну, понятно, что Microsoft любит свое облако, продвигает, но я думаю, что некоторые из вас, коллеги, знают про такое решение, как RMS. Конечно. Ну вот, раньше оно там было on-premise, его даже кто-то когда-то делал, где-то распространяли, сейчас они сделали в облачное, в общем-то, с ним стало все сильно проще работать. Так вот, ребята прикрутили RMS прямо к эксенеджу и сделали очень-очень интересную штуку, которая в Enterprise, я думаю, зайдет просто на ура. а именно про шифрование почты на ура в соответствии с некоторыми правилами. Ну, банальный пример. Прости, что прерываю, это было давным-давно. Ты мог взять он прямой с RMS, скрестить, у нас так работала связка, сейчас скажу, как в 2010 году, в 2011, у нас работала так связка 10-й к 6, RMS и шарик. Шифровались вложения, ну там, документы и в почте шифровались вложения RMS, то есть, грубо говоря, даже если ты упер архивную копию какого-то человека, там, этот, файл Outlook либо PST-шку, я там взял, восстановил ее, попытался открыть документ, он тебе скажет, извини, ну, у меня нет твоего сертификата, я ничего с этим делать не буду. Эта штука, ну, она, опять же, она очень узкоспециализирована, ее никто не любит, потому, ну, надо же как-то думать, пытаться это дело все внедрить, а так оно, так оно делается. Ну, я скажу так, насчет никто не любит, я бы с тобой здесь поспорил, потому что сейчас я очень много у кого слышу, начинают люди это внедрять, потому что сейчас уже не надо там разворачивать локальный локальный РМС там с его болью того, что ты мог потерять корневой сертификат и ты потерял вообще всю инфраструктуру и до свидания. Ну, резервный копий никто не отменял, опять же, в облаке, в облаке у тебя нет тоже никаких гарантий, что у тебя не потеряется этого серт и все не накроется медным тазом, то есть, как бы, если почитать ЕУ, там нет ни слова про сохранность твоих данных, а сохранить корневой сертификат, ну, это ерунда. Более того, в РМС есть такая штука, которая называется, по-моему, она Super Users. Определенная группа, что-то типа анал этих самых агентов восстановления в центре сертификации, пользователи из этой группы могут расшифровать любые вложения. Это очень опасная группа, да, но если, как бы, там, безопасники вообще, наверное, будут пищать от этого. То есть, ты в Super Users занудишься безопасников, и они могут читать все, что угодно. Ну, и в том плане, даже, ну, если ты потеряешь, на самом деле, корневой сертификат, ничего страшного не случится, у тебя, ну, протухнет то, что выдано сейчас, тебе просто потом будет большая головная боль не обновить сертификаты пользователя, а перевыпустить их. Ну, как бы, тоже решаемо. Ну, не суть. Я согласен, что в облаке это отчасти удобно тем, что у тебя административный overhead тоже здесь снижается. Ты всю эту головную боль отдаешь товарищам из Office 365 и вот пусть у них голова болит. Да, так вот, я, что мне еще очень нравится, то есть мы можем сказать, что как только письмо в письме появляется какой-то адресат, все, это письмо, например, там закрывается, его, не то, что файлы вложены, а само письмо никто не может прочитать. Все, он просто пишет родное, родное сердце, письмо заблокировано, пожалуйста, там свяжись с администраторами для того, чтобы ты смог вообще прочитать текст этого письма. Так тоже можно, да. Да, то есть я, честно сказать, я нигде больше такого в принципе даже и не видел. Может быть, я, конечно, слабо искал, но никто про такой функционал нигде больше не слышал. Так, ну... А, да, наши любимые эти почтовые ящики переговорок. А, ну, как, ну, это... А, еще общие почтовые ящики и еще я вот на самом деле, да, у меня в голове вертелось, я абсолютно, вот, у меня это выпало из головы. Я не знаю, позволяют ли делать это другие почтовые серверы, но вот одно, опять же, из очень удобных средств общей работы, это когда, например, есть два пользователя, Вася и Петя. И пользователь Вася хочет разрешить пользователю Пете читать, только читать свою папочку, там, не знаю, откатики, всю почту, которая туда приходит. Он дает ему права на нее, и если Петя пользуется отлуком, этот ящик сразу же появится с этой папочкой у него подключенной. И они вместе могут читать. Точно так же он может сам, не прося системных администраторов, то есть, как бы, ну, он сам все это дело делает. Вот. В плане переговорок, да, тоже это очень удобная штука, когда есть почтовый ящик не пользователь, а почтовый ящик помещения, который можно резервировать, там, бронировать за какой-то срок, назначать собрания. Эти собрания будут автоматически транслироваться в календаре всех пользователей, которые в этом собрании участвуют. Ну, это очень удобно, и тоже, честно говоря, я вот подобного функционала нигде не видел. Да, но у тлука есть, конечно, вернее, у экшенжа есть обратная сторона, это цена. Это, наверное, самое дорогое почтовое решение, которое вы сможете найти на рынке. Ну, я не беру схемы, откатные схемы, потому что там, в этом случае, стоимость того или иного продукта лимитируется только количеством нулей, которые смогут запихать в счет. Да, Сергей, про экшенж мы, вроде, коротко поговорили. Дальше будем рассматривать такой тоже продукт M-Diamond. Это, я бы не сказал, что меньше собрат, но это отличное решение для компании, которая хочет вести собственную переписку со своим сервером, где работают там 50-100 человек. Кому бы я посоветовал этот сервер? Для начала людям, которые вообще хотят понять, как работают почтовые сервера. В этом там есть прекраснейший, ну, как сказать прекраснейший, они абсолютно стандартные, но быстро доставаемые и видные логи с МТП, ПОП-3, мапы и прочее, прочее, прочее. Если вы в дальнейшем планируете карьеру почтового админа, разбираться дальше, идти в какие-то крупные компании, кто занимается почтой, вас никто туда не пустит без знания РФС, без знания почтовых протоколов. Понятно, что им уже 100 лет в обед, но соответственно все равно появляются новые инженеры, свежие люди, которые об этом никогда ничего не слышали или изучали только в теории. Так вот, я сам админил M.Diamond в течение 4 лет, и он меня обучил вообще шикарно, как читать с МТП-шной сессии. В общем-то, ни для кого не секрет, что сама по себе протокол с МТП это просто открытый текст, который ты читаешь что к чему, что почему, что куда. Но там читать тоже надо уметь. Очень какой у него еще, на мой взгляд, прелести? Цена, здесь понятно, что хранение почтовых сообщений просто в виде файлов. То есть, вы в случае чего берете, открываете любое почтовое письмо, смотрите, что с ним, где с ним. Простота резервного копирования, просто копируете папки. Чего там точно... можно замечание небольшое по поводу как раз файлов? Вот как раз то, что он хранит все письма отдельно в файлах, это не очень хорошо, потому что НТФС сам по себе, ну, ФАТ, ФАТ32 и НТФС это не файловая система, предназначенная для работы с файл, с большим количеством файлов. То есть, в итоге, чем больше у тебя будет файлов, тем хуже у тебя будет работать файловая система, тем быстрее нужно ее переносить там, либо на быстрые накопители, либо там, как-то разносить базу по нескольким дискам. Вот. Ну, мое замечание. Ну, так я и говорю о том, что это не решение там, для огромного количества писем. В среднем, для средней, небольшой, вернее, даже для небольшой компании, которая использует не очень большое количество переписки, но которым нужен такой универсальный нож, в чем, на самом деле, ну, как бы я не сказал вначале, но прелестем Даймона то, что в него включено практически все, что нужно для почтового сервера. Это и мап, поп3, смтп, это все понятно. У него есть коннекторы к Outlook, мапишные, у него есть адресная общая книга, у него есть веб-интерфейс сразу же в комплекте, у него есть антивирус в комплекте, антиспам в комплекте, причем антивирус идет к Асперскому, понятно, что многие плюются, но все-таки это более-менее известный вендор, на которого есть хоть какая-то надежда. Антиспам там бейсовская, еще, по-моему, кого-то последнее время можно было прикрутить. Быстрое восстановление, да, то, что мы в случае падения вообще всей машины можем очень-очень быстро перенести настройки МДаймонда и вообще весь почтовый сервер на другой сервер физический. Понятно, если у нас все это дело стоит в качестве виртуальной машины, то тут особо заморачиваться не надо, разверну машину в новом месте и есть. Это очень хорошее решение для тех, кто, во-первых, начинает свою карьеру в небольшой компании с почтовым сервером и, соответственно, в дальнейшем, возможно, хочет развиваться в эту сторону. Из минусов, он только под Windows, хотя бы я не сказал, это минус, это просто скорее данность. Его не существует под Linux, он исключительно в Windows. Опять же, он платный и там очень божеский ценник на самом деле. И платишь ты в основном за техподдержку. В общем, как-то так. Дальше мы проговорим про такого, наверное, самого известного представителя почтовых серверов в опенсорсе, это Zimbra. И тут, наверное, должен вступить я, как человек, который пользовался Zimbra, даже ее администрировал. Так уж вышло действительно, что в России, наверное, это самое известное опенсорс-решение, несмотря на то, что есть другие, и я эти другие тоже пробовал. Опенсорс-поляна, связанная с почтой, вот именно Collaboration Suites, она очень интересно выглядит. Там есть решение, например, написанное на Objective-C. Я думаю, что человеку, который хочет по какой-то причине внедрить у себя в организации почтовое решение с открытым исходным кодом, возможно, ему стоит избегать вообще решения на базе Objective-C, хотя мы у себя пытались внедрить, и вы знаете, там даже RPM был другой версии, не такой, как у всех, там был пятый RPM, ну, что говорит, в общем, о том, что кто влез, кто под рова. Поэтому Zimbra, да. Zimbra ставится, развертывается достаточно легко, никогда никаких проблем у нас с этим не возникало, просто есть репозитории, которые вы подключаете, устанавливаете Zimbra, и дальше у вас есть App-интерфейс к ней. Внутри Zimbra, в общем, представляет из себя набор сервисов, половина из которых вовсе даже и не компанией-производителем Zimbra, а компанией-производителем Zimbra сейчас в BMW вовсе даже и не именно написано, а просто как обычно у нас в open source в мире сборная солянка из того, что кто-то другой где-то в другом месте написал, то есть там PostFix, MySQL, SpamAssession и что-то еще тоже open source и над этим всем есть App-интерфейс на Java. Не помню точно уже сейчас, что именно используется для индексации почты, какой-то поисковый движок, может быть даже сам MySQL используется, например, не помню. Да, тем не менее, надо сказать, что для, если мы говорим о небольших организациях, то для небольших организаций Zimbra это, в общем, неплохое решение, потому что оно не стоит денег, потому что в конечном итоге оно относительно легко настраивается при условии, что вы либо сам линуксовый админ, либо у вас есть в штате какие-то линуксовые админы. я не знаю, существует ли вообще в России и в мире такие внедрения Zimbra, где человек, который внедрял, не сталкивался до этого с линукс, но мне кажется, что нам надо его пожалеть, если такое случилось, потому что если какой-то компонент из большого списка сборной сорянки сервисов Zimbra начнет отказывать, у меня например не было проблем пойти его и починить, потому что вот как же это же пасфикс от него логи, единственное, что у него конфигурация закопана куда-то в недре Zimbra, но тем не менее это пасфикс, вот у него темплейт, вот у него логи, вот я понимаю, что происходит, вот тут даже добрый человек, автор комментарий оставил, сейчас мы все поправим, если же человек подобным опытом не обладает, ну, я не знаю, как он это будет решать. Извини, Саш, можешь тебя прервать на секундочку? Конечно. Ну, вот то, о чем ты говоришь, это на самом деле относится не только к Linux админам, то есть, вот, например, я, да, как бы, с Linux, ну, не особо, но найти лог постфикса, где бы он не был закопан, почитать и понять его там, смогу, думаю, совершенно спокойно, здесь больше о том, что если человек не представляет, что такое почтовый сервер, как с этим жить, то ему лучше не браться за эту работу. а так, ну, я пробовал Зимбру, тоже в свое время было дело. Вот. Скажем так, это не тот продукт, который можно установить next, 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 complete, и почта пойдет, я так подозреваю. Ну, и к счастью, то же самое, ты не можешь поставить его next, 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 complete, и у тебя почта пошла. Нет таких почтовых продуктов, которые так ставятся. Вот M-Diamond как раз из тех. Как ни странно. Не будем прерывать. Ну, это хороший действительно разговор, где находится граница минимально необходимой компетентности человека, который управляет тем или иным решением. Я не знаю. Если человек никогда в жизни не ставил почтовый сервер, а ему зачем-то надо, ему все равно придется с чего-то начать. и возможно, возможно, начать с Зимбры это не самый плохой вариант. Несмотря на то, что там много внутри всего, тем не менее, какой-то значительный траблшутинг нам не доводилось проводить. У нас бывало, место заканчивалось, например. А вот такого, чтобы что-то сломалось, и мы не знаем, что, и все бегают и кричат, и это не решается, простите меня, пожалуйста, рестартом. Потому что в случае, когда все бегают и кричат, первое действие, которое вы помолясь делаете, это рестарт. Несмотря на то, что нам всем очень стыдно, и мы даже не знали, да, в чем причина, но вот рестарт, если как бы помогает, то и ладно. Подождем следующего падения. Вот в Зимбре рестарт решал некоторые проблемы. Я уже сейчас даже не помню, с чем они там были. Ну, сервис, сервис какой-то погиб, да, и не перезапустился. Вот мы взяли, рестартанули, все завелось. Это максимум, наверное, что у нас было. Максимум проблем, которые мы имели с Зимброй. Это вот падение и последующий перезапуск какого-то сервиса в системе. Что касается удобства управления, есть веб-интерфейс, который позволяет в общем с вашего локального компьютера зайти и добавить ящик, добавить дистрибьюшн лист, заблокировать пользователя, сделать какие-то настройки, что-то включить, отключить, какие-то сервисы остановить, запустить. Есть понятное дело, что любой совершенно почтовый подобный комбайн, который является коллаборейшн-свитом, еще до кучи, он целится так или иначе в эксченч. Сложно мне сказать, насколько Зимбра попала туда, куда метилась, потому что разное у меня было количество людей, наверное, от 10-20 ящиков до примерно там 200-400 было ящиков у меня в Зимбре, но какие-то специальные бизнес-требования, типа тех же адресных книг, например, да нет, у нас не было никаких специально поддерживаемых адресных книг, вот что человек сам использовал, да, в качестве, почти там есть, ну, понятно, есть автоматически пополняемая пользовательская адресная книга, которая как-то внутри себя справляется, а ничего внешнего мы не вели. То же самое примерно и с календарями. Тот, кто хотел сам по себе вести свой личный календарь, ни с кем не синхронизируясь, ну, наверное, у него получалось. Общих календарей не было, потому что на определенной стадии зрелости организации завести на людей общий календарь, это, в общем, задача скорее административная и гораздо более сложная, чем просто почтовый сервер развернуть. Мы до этого, может быть, просто не дорастали. Вместо общих календарей у нас был хаос и анархия. Назовем это так. Да, ну, если вы меня о чем-нибудь спросите, мне будет, наверное, проще, потому что когда мы говорим о внедрении Зимбра на 20 человек, ну, внедрите и поехали. Кстати, вот у меня два вопроса, ну, вернее, как бы, одна хотелка на потом и один вопрос. Вопрос это как обеспечивалась высокая доступность, ну, то есть, как обеспечивалась доступность почты, ну, в плане как резервирование выполняется в Зимбре. Насколько я знаю, там без сцены никуда не уйдешь. Вот. А второе, ну, это уже хотелка наконец, мне бы хотелось послушать, какого объема почтовую систему кому удовольствовалось поддерживать. Да, ну, про объем я сразу могу сказать. Максимум, по-моему, у меня было 400 ящиков, потому что, ну, потому что в организации было 400 человек, да, как бы. что касается отказоустойчивости в Зимбре, ее из коробки нет. Ее из коробки нет, и думать человек должен сам. Как это делали мы? У нас Зимбра жила в виртуальной машине, а дальше мы делегировали вопрос обеспечения отказоустойчивости виртуальной машины себе же, но в другое поставь. Дальше мы говорили, ага, вот смотрите, теперь у нас есть образ виртуальной машины, и отказоустойчивость мы будем осуществлять на вот базе этого образа. Так уж получилось, что у нас хостинг одного из вот моих как раз почтовых решений был на базе SmartOS, на базе ZFS, у нас были снапшоты этого самого ZFS, и была возможность эти снапшоты пересылать по сети. Мы ей, правда, не пользовались, но она была. Ну, понятно, это некий вариант резервного копирования такой на коленке. То есть вы делали снапшот и могли передать его куда-нибудь, если что, потом откатиться. Да, совершенно верно, совершенно верно. И что касается горячего резервирования, то, исходя из того, что я раньше сказал, что вот случались рестарты, случались рестарты абсолютно во всех местах, где у меня была Zimbra, и у тех людей, которым, извините меня, пожалуйста, коллеги, которым я советовал Zimbra, я как бы, не знаю, виноват ли я или нет, но, тем не менее, некоторые мои коллеги внедряли у себя Zimbra, у них это тоже падало, потому что Java-машина, 15 лет назад, я помню, люди говорили, что вот, смотрите, Java-машина, прожорливая, память течет, и я думал, ну, давайте подождем немного, это же закончится рано или поздно, вы знаете, это не заканчивается. Нет, G-Boss пока все не отожрет, он не успокоится, он память любит. это очень большая БДД Java, ее память, ее, ну, очень много. Я не понимаю, честно сказать, почему так любят Java, вообще, за что, при ее количестве. Вот давайте не будем, а вот, на это, переходить по Java и все остальное. Да, да, она сегодня пропустит. Про Java я чувствую, потом что говорим. Тем не менее, следует знать, да, как бы, тем людям, которые хотят внедрить в себя Зимбру, что Java и ее машина это отдельная большая тема, которая даже рамками двухчасового подкаста никогда не ограничивается, но если вы захотите внедрить Зимбру, знайте, что там внутри Java. Ну, на самом деле, Java это не тема, это боль, про которую можно рассказывать годами. Java это не боль, это просто Java. Да, есть вариант, это отдельный свой мир, понимаете, это вот, я вот к миру Java причастен немного. Я тоже был причастен к миру Java, грешен в свое время, ну, чуть-чуть совсем, ну, ладно. Вот, тем не менее, тем не менее, рано или поздно у вас, если у вас даже пять почтовых ящиков, и вы решили, что Зимбра у вас будет совсем небольшая, выдали в виртуалке там, гигабайт или два оператива, рано или поздно у вас закончится память, рано или поздно вам придется бегать и кричать, у вас вот лежит почта, сервисы не работают, вам надо идти делать рестарт, как же так, я же еще такой молодой, меня же еще так мало, ну, потому что, потому что, видимо, Зимбра все-таки действительно требует некого количества времени на поддержание, какого-то ухода, это совершенно однозначное. А масштабирование не расскажешь нам, вот, например, ну, хотя бы гипотетически, вот у тебя там 400 плюс 500 тысяч, у тебя один почтовый сервер, ну, перестал справляться, ты хочешь добавить еще? Я не знаю, я честно скажу, что я не знаю ответ на этот вопрос, потому что в момент, когда у меня есть организация, в которой много людей и возникает вопрос, а давайте сделаем масштабирование, надо идти что-то купить, потому что иначе, ну, несмотря на то, что я вроде призван за open source топить, да, open source опенсорсом, а деньги деньгами. Ребята, если вы хотите какой-то SLA получить, вам надо с кем-то договориться, причем с кем-то таким, кто умеет выдерживать эти SLA, а иначе у вас будет полная беда вот к вопросу масштабирования Zimbra. Я не знаю, наверное, масштабируется, но я бы сам своими руками не стал бы этого делать, понимаете, я бы кому-нибудь отдал бы это за outsourcer. Ну окей. Ну что, наверное, пришло время послушать следующего. Да, у нас еще есть Communicate Bro, но я, честно сказать, не стал бы это называть чисто почтовым серваком. Мы не особо будем его рассматривать в нашем данном подкасте, потому что это такая большая штука, которая включает в себя еще и телефонию, которую, как бы, и сравнивать их с перечисленными игроками было бы немножечко некорректно, но не упомянуть о нем было бы совершенно некорректно. Могу только сказать одно. У него есть, у Communicate Pro есть большое количество сторонников. Это очень мощный сервис. Я бы даже сказал, что это наверное единственный такой игрок, который может конкурировать с экченжем, потому что у него есть кластер. Кластер причем как растянутый, так и в рамках одной площадки. Я не буду сейчас ничего про него рассказывать, просто в силу того, что туда очень сильно завязаны телефонии, рассматривать его без телефонии было бы бессмысленно. Это все равно, что, не знаю, сидеть рассматривать экченж и не рассматривать его без AD. Они очень друг друга дополняют. Давайте так, экченж без AD не работает. Я немножко некорректный пример привел, но Communicate Pro это вещь, которая пошла в другую сторону, не то, что в другую, а дополнилась еще телефонией, и в связи с этим там достаточно мощный продукт за тоже весьма неплохие деньги. Поэтому, возможно, когда-нибудь мы к нему вернемся, как к отдельному продукту, чтобы пригласить людей, которые знают его, как готовить. Но сейчас мы его рассматривать не будем. А рассмотрим мы такие достаточно, на мой взгляд, специфические вещи, которые относятся к почтовым серверам. Это такие вещи, как постфикс, релей на винде. Кстати говоря, я думаю, что многие удивятся из наших слушателей. Надеюсь, что не очень многие, но все-таки. В стандартной винде есть отдельная роль SMTP-сервер, который вы можете настроить и у которой не будет получения почты, там не будет ни POP3, ни E-MAP, ничего. Но она может выступать в качестве какого-то пограничного релея со стороны интернета и вашей внутренней компании. Я сейчас не буду обсуждать, насколько это адекватно. Это нормально, адекватно. Например, я это использовал, использую и буду использовать. То есть, когда мне нужен какой-то релей пограничный, я поставлю SMTP-сервер, замкну его на экшенщины, пропишу правила доступа и все. И пусть он там шлет. Да, там, в общем-то, есть неплохая система и разрешения прав. Он может брать из AD учетки, может брать локальные. Там тоже есть логи неплохие, в общем-то. И для компании, где в основном используется Microsoft, это очень-очень-очень хорошее решение, на мой взгляд. Потому что вы примерно знаете платформу, вы знаете, где посмотреть логи, вы знаете, где потыкать, где что посмотреть, где погладить, чтобы это замурлыкало. Вот. Дальше у нас есть такие решения, как PostEx плюс ДВИКОД. Я думаю, это одна из таких самых первых появляющихся ссылок, когда вы пытаетесь найти почта плюс Линукс. Кстати, можно тоже? Я буду встревать, уж извините. Да давай, давай, давай. Диалог, мы любим диалог. Мы любим посраться в чатике. У меня была богатая на валюты, наверное, в прошлое. Ну, по поводу PostFix. Ну, я тут, наверное, скажу еще чуть про Exchange, вернее, про его размеры. Вот тут люди говорят про 5000 ящиков, про 400 ящиков. Ну, мне в свое время довелось поддерживать систему на Exchange огромного размера. Я не скажу точного количества ящиков, потому что не могу, потому что, как сейчас дело обстоит, не знаю, и не скажу, кто это. Но там было больше полумиллиона почтовых ящиков на Exchange. Это было такой немаленькой инсталляции. И так вот, в качестве фронтендов на SMTP там как раз были PostFix, которые, во-первых, занимались первичной фильтрацией, они были связаны с нашей AD-шечкой и отсеивали всякие фейковые адреса, и заодно фильтровали. По-моему, там тоже стоял какой-то Касперский антиспам. Первичную фильтрацию делали, то есть, они снимали нагрузку с экшенжевых мейлбоксов, потому что, если хочется делать прям все на экшенже, то SMTP у них не очень. Даже если поставить AD-J, ну, упретесь в производительность. Намного лучше вот эта связка PostFix плюс экшенж, это прям замечательная вещь, даже MS в свое время это использовал. И когда делал, давно, правда, это было, когда делался Тилнет, по-моему, на MSN, ну, в общем, на какую-то микрософтскую почту, там тебе говорили, что здравствуйте, я PostFix. да, на самом деле, у нас тоже это сейчас используется, и это действительно отличное решение, ровно по одной простой причине, он работает быстро, и там очень просто и очень несложно настроить соответствие приходящей почте RFC, ну, и действительно процентов 85-90 спама валится как раз на RFC и на грейлистах. Ну, я думаю, там, для людей, которые админят почту, это вообще не секрет, что это, наверное, одна из самых лучших систем борьбы со спамом, это строгое соответствие RFC почты. Ну, и беда, когда мы сталкиваемся с админом, который с этим не знаком, либо просто не хочет это знать, либо еще новичок, и там начинается, конечно, когда я к тебе прибегает, директор говорит, что у меня не идет с этого почта, ты лезешь, смотришь, а оказывается, что человек присылает вообще-то, не настроив вообще никак ни ПТР записи, ни толком МХ записи, ни черта. Ну, и удивляется, что у него почта никуда не ухода. POSFIX22 мы тоже использовали, в итоге ушли от него в пользу МДаймонда, но там были немножко другие причины, у нас вся инфраструктура в основном Виндова, и толковый Линукс-админа, который может это все поддерживать, просто банально нет, и покупать толково дорого, не так много Линуксов. Кстати, еще по поводу поддержки, ну, у меня тут был недавно проектик личный, в плане миграции, по-моему, как раз зимбранные чечнищи, то есть люди, у которых основная часть именно сервисных серверов, они под Линуксом, у них под Виндой только офис. И вот люди хотели сделать ССО, во-первых, то есть единую точку авторизации идентификации, то есть LDAP, они очень долго мучились со всякими видами LDAP, очень долго. в итоге все это было завязано на D, был установлен экшенж, настроен по требованию организации и там нет админной экшенжа. То есть если у них есть какие-то вопросы, а вот за последние три месяца у них вопросов не возникало вообще никаких, они обращаются ко мне. То есть это вот в плане стоимости обслуживания. То есть реально, вот оно поставило, его поставили, настроили, людям, там есть грубо говоря те, кто занимается почтовещиками, им объяснили как и что делать, все. Да, гранулярная выдача прав на экшенж тоже очень приятная штука. Кстати говоря, про группы рассылки мы что-то как-то забыли поговорить. Вообще это одна из таких интересных вещей. Я, честно сказать, нигде не видел такой вещи, как динамическая группа рассылки, как есть в экшенже, когда у тебя группа рассылки генерируется на основании чего-то снаружи. Они ручками заносятся. Это тоже, кстати, ну там на основе лдов-фильтров генерируется, да, то есть ты указываешь фильтр, по которому, по какому признаку ты хочешь пользователя в эту группу запихнуть. И еще меня могут поправить, не поправить, а группы с утверждением членства. То есть ты можешь назначить менеджера группы, который будет управлять ею. Ты можешь назначить человека, который должен утверждать письма, проходящие через эту группу. Функционал групп просылок тоже, да, действительно богат очень. Запреты на кого отправлять, где отправлять, там, копии. На самом деле, действительно, вот с точки зрения экшенжа и вообще других почтовых серваков, я бы, меня, конечно, скорее всего, закидает какашками представители, любители опенсорса и прочее, но все-таки когда компания вырастает в достаточно что-то крупное, и если ей действительно нужен такой высоконадежный почтовый сервис, не из серии там, мне два письма в месяц пришло, и я счастлив, и они не используют облако, то, к сожалению, экшенж по ходу пьесы у нас единственный выбор. Кстати, по поводу количества ящиков, весь офис 365 он хостится исключительно на том же самом экшенже, поэтому сейчас, я думаю, можно говорить про миллионы ящиков и там петабайты данных. А я вот вспомнил еще одну штучку, да, очень интересную, конечно, пруфов не будет, те, кому интересно, могут это поискать и не найдут отголоски этой истории. Дело в том, что экшенж в свое время использовал Google до какого-то определенного момента, до какого года я, честно говоря, не помню, но в качестве корпоративной почты они использовали Google, ой, экшенж, и при этом раздавали свою почту всем остальным. И также очень многие сервис-провайдеры из российских использовали экшенж в качестве корпоративной почты, при этом предоставляли услуги почтового сервиса пользователям. Ну, что далеко ходить. В свое время Microsoft активно использовал Apache для своих веб-серверов и как бы там они, конечно, это не афишировали на каждом углу, но особо это не скрывали. Потом они сказали, когда пришла эра Azure, они сказали, ребята, нет, давайте-ка мы все-таки софтверная компания и допилили свой ИС до какого-то адекватного состояния. Ты извини, Apache мог использоваться ну, совсем на заре цивилизации. Наверняка году 2010 это уже все померло. Потому что ИС, который был в 2008 R2 сервере, он уже был очень неплох, а дальше только развивался и сейчас это, у меня в свое время был шок, когда PHP, ну, может быть, я криворутили ну, в общем, под ИСом у меня PHP-шные странички работали быстрее. Ну, был какой-то эталонный тест мой, собственно, мне нужно было кое-что сделать, не совсем тривиальное. И так вот, по ИСом это работало быстрее, чем по Linux. Ну, почему нет? Серега, ну, давайте вы уже не будете какой-то ересь опускаться. Давайте про почту. Давайте про почту. Что сразу ересь-то? Вопрос какой есть про Exchange. Вот мы говорим, там уже договорились до того, в 50 минутах, что каждой организации нужно взять и поставить Exchange. но на самом деле мы вот с тобой работаем там какое-то время и я понимаю, что если ты поставишь микрософтскую инфраструктуру, то она будет работать. Но вместе с тем я вижу десятки других людей, которые в это не умеют. И найти специалиста, который сможет поставить все вот это, начиная от AD, заканчивая Exchange ровно, это большая проблема. А это проблема поставить ровно умеют единицы. Миш, это проблема не только Exchange. То же самое с Лейнуксом абсолютно. в любой области специалистов не так много. Давайте посмотрим в правде глаза. Действительно, людей, которые глубоко погрузили свою область, которые действительно являются экспертами. На то они и есть эксперты. Давайте с почты бог то. Многие считают, что они могут ее ставить. Многие считают себя экспертами в той же самой виртуализации. Да, потому что в МВаре позволяет очень быстро собрать кластер с минимальными вещами, но вся сила и умение человека возникает, когда ты начинаешь трэблшутить все это дело. А вот здесь как раз вылезает очень много вопросов про понимание. Я вот, например, точно уверен, что если я хочу изучить какую-то технологию, ее нужно сделать, а потом сломать. Причем сломать, чтобы не ты, чтобы ты в ней смог ее починить. Вот тогда ты начинаешь разбираться в технологии. До этого бесполезно. Парни, мы скатились, это как любая пьянка, в итоге приводит к разговору, все разговоры в пьянках заканчиваются о женщинах и о политике. Давайте все-таки договорим про почту. Да, у нас, кстати, любимый вопрос, что с Лотусом. коллеги, я понимаю, что сейчас будет наверное тот же самый бомбежка по поводу как в подкасте с микротиком, с сокращением этого слова, я вам скажу только одно. Пожалуйста, закопайтесь стюардессу. Лотус хорошо показал себя в начале 90-х. В конце 90-х он умер. Да, но в конце 90-х он умер. И когда говорят, что люди из IBM работают на Лотусе, вот как бы а покажите мне людей, которые из IBM работают на Лотусе. Их нет. Там уже давно эту систему тоже также похоронили. Они точно также сидят все на винде, но единственный прикол, что без домена. И пользуются с точки зрения почты не знаю чем. По-моему, каким-то веб-сервисом или еще чем-то. Здесь врать не буду. Я просто в свое время общался с коллегами из IBM, когда еще они не продали свое хардварное подразделение серверное. И мне товарищ из IBM сказал, что у нас нет домена вообще в IBM и почта там нифига не Лотус. Я просто это видел. Поэтому Лотус не является той вещью, которую можно рассматривать. То же самое можно начать вспоминать про SendMile. В свое время это был просто фантастический почтовый сервер, который знали единицы, у которого был собственно чуть ли не язык программирования, чтобы это делать. Но где он сейчас? Кто еще помнит у кого есть живые примеры инсталляций последние пару лет, например, чтобы инсталлировали и использовали SendMile, коллеги? Он тоже. Молчание закончилось. Да, помянем грызуна называется. Поэтому Лотус нет. Лотус мы помним, скорбим. Скажем так, давайте закончим тему с Лотусом. Но справедливости ради он был крайне технологичным продуктом для своего времени. Он обогнал все лет на 10, но к сожалению не стал. Он появился слишком рано, Миша. Он слишком рано появился. Вот все его свистелки и перделки, которые в нем были. Они на тот момент времени просто были не нужны. Появись он лет на 7 попозже, он бы может кому-то еще конкуренцию составил. Говорю тебе как человек, который в конце 90-х имел очень плотное отношение с Лотусом, с его коллаборейшеном, с почтой лотусовской. Вот. Ну, рановато, рановато тогда еще. Мало того, что рановато. мощности компов, которые не особо и тянули. Я помню, когда на одной работе я увидел первый раз в жизни свой Лотус, который стартовал в районе 5 минут. Это клиент стартовал. Причем это не была засранная машина, это была достаточно мощная машина. И он реально, то есть дама запускала этот сервер, ой, господи, какой сервер, клиент, и она реально просто уходила наливать себе кофе. И вот там был 100% занят проц, там была практически забита память, диск шуршал все это время, потом он работал более-менее адекватно. Но стартовать он просто стартовал адово долго. И все перделки очень сильно обогнали свое время. Кстати, забавно, не знаю, к сейчас, по-моему, еще все это осталось. Во всем транстелекоме это минимум 5000 почтовых ящиков Лотус прекрасно работал. Но действительно, чтобы настроить того же клиента на конечном компьютере, это какая-то магия. То есть у нас, когда пришел другой админ, один админ уходил, второй приходил, стандартная тема, он ему объяснил, что ему делать, но извините, мне почту три дня не могли настроить. Что-то постоянно шло не так. Да, кстати, в плане экшенжа забыли про самую главную штуку, которая в принципе даже для других почтовых сервисов в RFC и описана, но почему-то никем не поддерживается. Это автодискавер. То есть я прихожу, открываю на любом своем устройстве почтовый клиент, ввожу свой e-mail, ввожу пароль, нажимаю ОК и через буквально минуту-две настроенный почтовый клиент. Вот я считаю это мега шикарно. А если у вас машина в домене и админ все правильно настроил, вы только устроились на работу, вы запускаете Outlook, он говорит здравствуйте я вам настроил почту. То есть автодискавер это мощнейшая штука. Более того, очень странно, что есть автодискавер это именно MS-овская штучка, а есть по-моему mail discover по какому-то из RFC-шек протокол, по которому отдаются настройки почтовых серверов. И вот оно даже поддерживается Яндексом, оно даже поддерживается mail-рушечкой по-моему, а вот почтовые клиенты почему-то это не поддерживают, то есть я честно не видел нигде пункта типа автодискавер выполнить. Кстати, Сергей, по поводу автодискавера мы тут тестировали с коллегами на паблике, то есть сдаем домен на имя автодискавер точка там домен точка рука. Собственно, ты можешь с любого отлука клиента попасть себе на почту и не испытывать никаких проблем. Ну, понятно делось, проблемы с секьюрностью, которые как-то решать, но темы через глобальный интернет, через ТЛС тоже. Само собой, вы делаете сплит ДНС, у вас как бы на самом деле автодискаверов их несколько штук. Один это СЦП-запись в АД, один это А-запись и я уже так давно этим не занимался, ну, то есть есть некоторые механизмы. есть еще поиск СМЛ-ки под автодискавер точка с названием сайтик. Там целый набор, кстати, да, это очень мощный механизм. Мы говорим про механизмы, да, ну, так-то да, то есть вам все, что нужно, это вот снаружи сделать А-запись автодискавер там, что-то, что-то и второе, это указание на ваш почтовый серв, типа, mail, контору, все, вы сделали две А-записи и да, у вас любой клиент ActiveSync или MAPI прекрасно подключится без каких-либо настроек. Вот это прям очень радует, что мне нужно помнить вот эти все там popmail.ru, smtp mail.ru, парты там 25-й, 940-й. Сергей, ну а что ты скажешь, например, за антиспам? По-моему, он реализован в экченже не очень красиво. Антиспама в экченже нет. В экченже если ты прямо сильно хочешь ты ставишь Эджик. На Эджик ты сможешь поставить фрэфронт в секьюрити. То есть это типа МС-овкий антиспам, но ты знаешь, вот его можно ставить просто если тебе ну не знаю, если делать просто больше нечего, тебе хочется приметь геморроя. Потому что он со своими облачными, вот не знаю как сейчас, раньше у него была известная проблема даже с его облачными обучалками и всем этим. Вот есть и в письме есть какое-то слово. Не помню сейчас какие слова, на какие слова именно он реагировал. Ты можешь делать любые белые списки, черные, ты можешь любые делать вообще, у тебя все равно письмо будет падать спам. Вот как ни крути. Вот. То есть опять же, если ты хочешь сделать антиспам, ты можешь, тебе в любом случае нужно будет ставить Эдж. Это дорого. Хотя бы если это у тебя виртуалки, тебе нужно будет платить за виндовую лицензию, это не очень быстро, потому что это все-таки винда. Намного проще в качестве антиспама ставить фронтен те же самые постфикса. То есть антиспам, вот именно антиспам на винде и с МТП релей на винде это вот удел как бы сильных духом. Вот. С другой стороны, как бы при использовании постфикса в качестве смарт-клэя там возникают некоторые проблемы, например, там с баунсами. Это... Ну, понятно. То есть вот то решение по антиспаму, которое мы видим с тобой каждый день, которое, например, не дает нам читать письма от IBM. Которая блокирует рассылки от нетапов там. Это вот оно, да? Это... И кто вложения зиповские вырезает? Да. Это фрэфронт секьюрити. Да. Это именно фрэфронтовское решение. Я не знаю, почему вы его взяли. Вот я бы на месте как бы товарища сверху пошел бы там в линукс отдел и сказал парни, сделайте нам вот постфикс с каким-нибудь антиспамом. Например, есть... Так как у нас организация не слишком большая, есть отличный перловый скрипт в 5 мегабайт по-моему или в 6. Называется антиспам с MTP проксер. Я в свое время с ним поимел как бы дело. Вообще неплохое решение. Очень неплохое, бесплатное. Вот. То есть... Но под виндой перл использовать не надо. То есть берется линуксовая машинка, там делается постфикс с любым антиспамом и это будет быстро, надежно и хорошо. Вот. Если хочется большой надежности, сделайте два постфикса. Ну, либо уже идите за большие деньги там к товарищам из Паралальта или Касперскому. На самом деле можно сделать еще третий вариант. Это взять, сделать федерацию с Office 365 и настроить поток почты через Office 365. Но тут проблема в том, что ты не можешь, ты не будешь управлять антиспамом. То есть тебе придется... У тебя нет практически никаких настроек в плане там... Ну, может быть, белые, черные списки будут, а ничего более. То есть за тебя будут решать сверху, как там, что... Ну, какие письма от тебя хорошие, какие плохие. Как человек, который в это вляпался, подтверждаю, это очень специфическое решение, у которых вообще практически нет ручек, которые там... Мы там поюзали буквально там 4 дня и все сказали не, спасибо, господа. На самом деле вы слабый духом. Чтобы вот эта штука более-менее заработала нормально, так же, как и фрефронтовский антиспам, он должен неделю обучаться. То есть реально, вот когда... Это у меня первый опыт был с ним в 2010 году, поставили, развернули, все включили, переключили поток почты. Мы тогда... Я тогда делал большую миграцию с Мдаемона на экшенч. Мы переключили поток почты с Мдаемона на экшенч и просто повалило тонна спама. Фрефронт при этом работает, все нормально. И где-то через час или два поток спама начал уменьшаться. Через три дня спама уже не было, но при этом он шел. То есть это такие прямо сами в себе решения. Не очень как бы... Ну, в общем, да. Вопрос со спамом, антиспамом это, наверное, отдельная тема отдельного подкаста, потому что игроков на рынке много. Те же самые от именитых CISCO, Fortinet, кто у нас там, Palalto, Checkpoint, у них там есть такие аппаратные вещи, которые тебя фильтруют. вплоть до то, что ты сказал, маленький сервачок под Linux с PostFix и 6-мегабайт скриптом, который тоже там решает более-менее... Да, для небольших организаций вполне. Ну, либо тот же самый Касперский IT-спам под Linux тоже есть, он с PostFix дружит. Ну, опять же, цена вопроса. Если хочешь совсем бесплатно, можно сделать и совсем бесплатно. Наверное, оно будет не очень хорошо, но какие-то потребности небольшой организации оно покрывает. А дальше там выбор есть, да. Да, что-то у нас какой-то подкаст получился, нифига не сравнение, а собрались люди. Только альтернатива-то есть, альтернатива-то есть экшенджер какая-нибудь. Да вот проблема в том, что... Если нанять команду девелоперов, есть какой-то амписурсный продукт, для того, чтобы им пользоваться, его нужно допилить определенно и поддерживать. Если сравнить даже в денежном эквиваленте, я не знаю даже, как это объяснить. Это просто такое мысли вслух. Есть у нас команда девелоперов, неважно, вот сурсная она либо своя. продукт, который требует постоянного допиливания функционала. Может быть, это путь собственно для... Если вы гугл или фейсбук, вот я так скажу. Не, надо считать экономику. Для небольших организаций это неприемлемо. На самом деле альтернатив экшенджер достаточное количество. Просто во-первых, нужно исходить из потребностей. Вот если ты приходишь к людям, они говорят мы хотим экшенджер. Первый вопрос, который стоит им задать, а зачем он вам? Вот что вы от него хотите получить от почты. И когда окажется, что им нужно просто котиков рассылать, а экшендж это не хотят, потому что им сказали, что это очень круто, это неправильно. Действительно, есть тот же MDAIMON, есть там какой-нибудь MERC, если под винду, если под линукс, там тоже. Збат, почтовый сервер, так экзотика. Да, можно найти множество решений. Опять же, экшендж, он хорош в плане именно совместной работы, совместной работы, то есть здесь же основной вопрос не в том, сколько это стоит. Все, наверное, понимают, что бесплатный сыр, он там либо на помойке, либо в мышеловке. Даже если у вас почтовый сервер бесплатный, внедрение поддержки будет стоить денег. И вот все стремятся к... И самый главный вопрос, когда это окупится. То есть, когда окупится вложение, которое мы сделали. И вот если найти... То есть, всегда нужно искать какую-то золотую середину. То есть, экшенщ здесь, ну, он не должен являться каким-то фактором выбора. Нужно просто понимать, что это за инструмент, для чего это. То, что это огромный, здоровый комбайн. То, что, как бы, да, там много очень возможностей, но это дорого. Это действительно очень дорого. Может быть, вам не нужно это, может, вам нужно что-то попроще. опять же, да, как говорил Михаил, сделать хорошую грамотную инсталляцию экшенжа того же. Это если вы пойдете к интеграторам, кроме стоимости лицензии, вы еще заплатите... Не факт, что плохо, Миша, но дорого это будет точно. Вот. То есть, здесь надо решать. Альтернативы есть. Ну, опять же, каких альтернатив вы хотите? Вот, если нужен просто почтовый сервер, почтовых серверов много. Почтовый сервер с общими календарями, например. То есть, когда люди могут друг другу предоставлять доступ к своим календарям. И такое есть. И, то есть, вот, в конечном итоге хотелки набираются, 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 и в итоге все заканчивается экшенжем. Когда уже много хотелок, когда уже люди понимают, что мы готовы заплатить много-много денег, чтобы вот избавиться от того геморрой, который у нас есть. И экшенж нам решит этот геморрой. А если люди просто хотят поставить себе экшенж, ну, это неправильное решение. Я так считаю. Да, давайте на самом деле еще почитаем вопросики из форума. Да, конечно. Как коллеги спрашивают, наши слушатели, когда мы их будем читать. Вопрос номер один. Зачем весь этот опенсорсный мусор, когда есть чудесный Коммунигейт про я согласен, что мы сегодня практически не говорили, потому что такой продукт, он немножечко больше, чем почтовый сервер, как я уже говорил, туда прикрутили еще телефонию, это уже такой, не знаю, монстр, не монстр, комбайн. Да, это уже там совсем комбайн. Ну, это просто взяли Exchange for Business, слепили в одно, то же самое на самом деле сделали китайцы. Скоро, ну, это, наверное, может, инсайт, может, кто-то уже знает, кто-то сталкивался с этим чудесным продуктом. Есть такая штука, называется Huawei Cloud PBX. Это вот тоже решение, там есть и почта, и телефония, и коллаборейшн, и вообще все-все на свете, но сделано чисто в китайском духе. Вот. То есть, оно, как бы, пока не очень работает. Ну, да, я помню этот Huawei-ский трак, который они привозили в Питер, там, это отдельно. А я вживую эту штуку щупал, как бы, ну, очень интересная такая, прям, ух. Ну, давай дальше вопросы. Да. Следующий вопрос. Есть, например, Exchange 2007-10-13 в конторе на 50-100 ящиков. MS-Office как наиболее дружеский клиент это Exchange. Понятно, что другим клиентам можно пользоваться. Какие могут быть аргументы в пользу или не аргументы в пользу перехода Open Source? Ну, здесь я скажу от себя. Первый вопрос, а зачем? Если уже это есть, если все работает, а зачем вообще что-либо менять? То есть, если коллеги не готовы платить за лицензии... смотри, на самом деле, я так понимаю, еще в самом вопросе заковырка. То есть, у них есть Exchange, да? У них есть 50 человек, 50 человек, использующих MAPI. Это Enterprise скалыны почтовые ящики и как-то я думаю, что вот этой организации просто смысл нет что-то менять. Мне так кажется. И, по-моему, для такого количества ящиков и вообще если люди хотят переходить, то, по-моему, тут уже Open Source, я так понимаю, здесь звучит исключительно с точки зрения экономии, то, на мой взгляд, стоит посмотреть в сторону либо там Яндекс для домена, либо Google там корпоративные почты. Office 365, если нравится, Outlook, MAPI. Например, у Майла, у Яндекса есть это просто бесплатно. Понятно, что там некоторых фич не будет, но все-таки эта почта будет. Поэтому здесь, по-моему, не столько Open Source, сколько, наверное, как раз в этом случае это надо смотреть в сторону облака и считать его экономику. Я от себя добавлю немножко. Нужно обязательно посмотреть на Bittrex24. Можно секундочку? Все-таки там такое количество... Ну, вот, конечно, господи, но все-таки Рыжиков большой молодец, и то количество фич, которое предлагается для коллектива, для, там, скажем, проектов до 50 человек, там оптимально. Team Foundation Server. Они не первые. Team Foundation Server есть давным-давно на 5 человек бесплатный. В плане того, что он предлагает для разработки проектов, вот Bittrex, я думаю, ну, немножко уступит. Не-не-не, вообще не согласен. Вообще, вот здесь я буду там биться до последнего. Не надо сравнивать Team Foundation Server и Bittrex. Bittrex, он, грубо говоря, ориентирован в основном на бизнес, а Team Foundation Server ориентирован на разработку. Совместную работу. Не, разработку. Да, совместную разработку, хорошо. Вот, именно упор на слово разработку. и там как бы мы, когда, ну, вот я его смотрю, там, для внутренних нужд. И я хочу сказать, что именно для вопроса внутренней работы с бизнесом там надо очень много что допиливать, чтобы было как бы хоть как-то приемлемо с точки зрения впускания туда там простого менеджера. Если там в Bittrex 24 ты открываешь там и там банально секретарь может тебе назначить задачки и не составит никакого труда, то в в TFS есть хороший рбак. Ты можешь делать пользователя. Например, пользователь багозаводитель. Совершенно спокойно. И он будет ходить к вам в багтрекер просто постить баги и смотреть на те, которые, ну, то есть собственные он будет видеть, чужие он видеть не будет. Те, которые он завел, он будет по ним видеть статусы, там, все. Пожалуйста. Ну, опять же, TFS это нишевой продукт. Вопросы давай. Так, подожди, подожди, Антон, Антон, тут по поводу аргументов. У меня есть там, что добавить. Аргумент, то, что я вижу, и что действительно может заставить перейти на опенсорс, мы просто тоже об этом думаем. Это, если вы находитесь под всеми известными санкциями США и скоро вы не сможете бить что-то себе. Вот это отговорки. Наших поступают те, кто находится под санкциями. Они покупают это ООО Рога и Копыта. Покупают аутсорс. Ну, то есть, грубо говоря, мы покупаем экшенж не у Микрософта, а мы покупаем инсталляцию экшенжа, купленного ООО Рога и Копыта себе в контору. Этот момент известен, но у нас это не продает. Значит, у вас совсем государственная контора. Ну, Если не покупать, так можно остаться на ближайшие 5-7 лет на текущем. Вот мы с 2010 переползли буквально год назад. Кстати, да. Переползли исключительно потому, что я не хочу в компании копить технологический долг. Я больше скажу, мы могли спокойной душой остаться. Нет, вру, не могли, потому что... Через два года заканчивается. End of Life будет через два года у экшенжа. Ну и что? Вот у End of Life у XP уже давным-давно закончился. И End of Support тоже, то есть обновления не вводят. Так, да, я к тому. Простой пример. Вот все знают XP, у него уже все закончилось. И саппорт, и лайф, и уже, по-моему... Extended саппорт еще не закончился. Какой бы саппорт не закончился? Extended. Это тот, за который нужно... Ты привозишь вагон денег в Microsoft? Есть еще такое. Да, половина банкоматов в России все равно стоят на XP. для них это и держится. Но там Embedded вообще отдельная история в плане жизни. Не, там Windows XP Embedded именно. Ну, неважно. Это отдельная тема, да. Да. Вот, поэтому можно не обновляться, а там, глядишь, через 3-5 лет вопрос с санксами сам рассосется каким-либо образом. Ну, ну. Ну, знаешь, это как про Ишака и заговорить, да, Эмира 25 лет. Либо Ишаку заговорить, либо Эмира умрет. Ладно, давай следующий вопрос. Да. Расскажите, с чего начать, что почитать и какие программные компоненты требуются для развертывания лабораторного стенда, который будет эмулировать эмулировать работу почтовых систем для двух компаний. Спасибо. Телнет. Вот, собственно говоря, вся лаборатория. Нет, здесь на самом деле мало вводных данных. Человек хочет именно эмулировать обмен почтой между двумя организациями? Ну, я так подозреваю, что да. А, ну, ему надо почитать РФЦ, ПСМТП и Телнет. Ну, да. Это если как бы так по жесткому харкору. Если меньше харкора, то можно поднять два постфикса, настроить его там на разные сетки и дать им разные два внутренних домена, там, не знаю, 1.1 и 2.2 и смотреть, как между ними будет ходить почта. В принципе, TCP-дампом не надо. Ну, да, извините, ну, у нас свои инструменты. А потом включить TLS и обсмотреться, конечно. Ну, TLS или SSL? Давай. Алгоритмы. Между почтовыми серверами TLS включается. Есть SMTP и TLS. Есть. Это для есть такое. Это есть, ты хочешь очень хитрый зашифрованный релэй между организациями. Можно, можно делать. Я видел. Я видел SMTP и TLS. И вот тут Александр, ну, как бы вопрос, и мы сможем прочитать и это. Ну, за исключением некоторых случаев, конечно, если там эти с диффи-хелфаном сайферы используются, тогда да, извините. А если там обычный SSL будет, который ленивые админы настраивает, то мы можем и это почитать. Еще без проблем. по поводу по поводу этого вопросика настраиваются два почтовых сервака с разными доменами и начинается между ними гонять почта. При условии, что почта, логи идут, включаются максимально расширенные логи, дальше это все текстовые файлы. В одном окошке браузера RFC в блокнотике логи и начинается сравниваться, смотреть, что где происходит. Это в принципе не такая большая проблема. Следующий вопрос. А REC-HAT то ли на Zimbra, то ли еще чем-то онлайном? Zimbra норм? Да, норм, норм Zimbra. Можно использовать, пожалуйста. А про REC-HAT кто-нибудь что-нибудь знает? Ставь, ключи, что-то. REC-HAT норм, норм REC-HAT. Коллеги, а можно предыдущий вопрос? Мне кажется, что мы недораживали. Я понимаю, Сергей, что ты отправишь на MSDN, но вот все-таки захотел человек понять, как ему правильно установить Exchange и как ему все правильно сделать в своей организации. Не, не, он... Не, подожди, давай не будем мешать там все в кучу. Человек хотел просто понять, как идет поток почты. Если мы говорим про то, что как бы как на Microsoft сделать там правильный Exchange, да, сейчас я секундочку найду, как она называется... Блин, я постоянно теряю. Как она называется? В общем, на Microsoft есть такая пачка документов, которая называется Infrastructure Design and Deployment или Planning and Deployment что-то такое. Что-то порядка 200 документов, в которых описаны бест практиксы по развертыванию AD, по развертыванию ЦАшек, по развертыванию всего на свете. То есть, там прямо разжевывано, например, что является там границей безопасности в домене, чем отличаются группы, какие типы трассов тебе нужно делать для доменов и в каком случае. Ну, в общем, документацию можно найти. А здесь человек спрашивал о том, как ему посмотреть поток почты, то есть, понять, как он хочет понять, как бегает почта между двумя организациями. Мне так кажется. Ну, наверное. Вопрос достаточно любопытный, который возникает, как правило, когда люди начинают заниматься про экшенжи, задумываться про экшенжи. Расскажите о лицензиях, сколько стоит купить пару экшенжей на SMB на 3-5 сотен пользователей при условии, что от MS Office у всех есть, два контроля домена тоже есть. Слушайте, вопрос, вот давайте так. Ну, здесь на самом деле, во-первых, вам нужна лицензия на каждый сервер экшенжа, в зависимости от количества баз, это будет либо стандарт, либо интерпрайз. Вот, стандарт, там, 4 базы в DAG вам даст, либо 5 на стендалоне. Интерпрайз не имеет ограничений по количеству баз. Дальше вам нужны калы. Для каждого пользователя либо стандарт, либо интерпрайз. Стандарт отличается от интерпрайза тем, что он не умеет, там нельзя мопи, там нет ящиков с судебным удержанием и какой-то чего-то еще. Какая-то, на самом деле, часть какого-то функционала, по-моему, стандарт калл в офис входит. Вот, по-моему, мы вот сегодня тоже перед веб-кастом имели небольшой разговор по этому поводу. Вот, и по-моему, какая-то из лицензии офис интерпрайз калл в себя тоже включает. Но меня долго разубеждали. Интерпрайз калл включает одна из лицензий на онлайновый офис. Там, да. Но, смотрите, давайте так. Если вы действительно хотите все сделать по фэншую, у Майкрософта есть такая интересная штука, называется сам сам проект. Вы, когда приходите в Майкрософт, 300-500 человек, это уже в принципе компания, которая там, как правило, если вы закупаетесь или еще что-то, у вас есть какие-то взаимодействия с Майкрософтом. Так вот, у них есть так называемый сам проект. Это когда к вам приходит кто-то из товарищей интеграторов и проводит аудит вам вашей инфраструктуры на предмет того, чего вы хотите, на предмет как лучше оптимизировать лицензии и прочее, прочее, прочее. Я почему вообще заговорил про интеграторов и прочее все вот эти вещи, потому что у Майкрософта лицензирование оно не то, что непростое, оно очень нецензурным словом называется, потому что оно дико запутанное. Специально, чтобы когда придет аудит, чтобы ты им заплатил денег в любом случае, ты им так за лицензию деньги заплатил, еще нарушил условия использования, пух какой-нибудь, и заплатил еще денег, все же, все видно. Вот, очень показательный, на мой взгляд, это тот факт, что для того, чтобы стать, как бы, начинать продавать лицензии от Microsoft, тебе нужно пройти трехдневный, полноценный трехдневный курс по тому, как правильно посчитать лицензию на Microsoft. это три дня по восемь часов. То есть, ну, вы понимаете, да, насколько это все непросто, и насколько все вот это, как бы, там, геморройно. Поэтому, самый лучший выбор, вот, отвечая на этот вопрос, лучше всего прийти к интегратору, желательно, того, кого вы более-менее знаете, который не захочет на вас наживаться, потому что, там действительно очень много нюансов, надо четко понимать, что, например, да, вот то, с моментами интерпрайзных лицензий, например, вы, для того, чтобы подключаться с мобильника, вам нужно как раз Enterprise Call, вот, а если вы просто будете... По ActiveSync, нет, если с мобильника ты хочешь по POP3 и MAP подключаться, тебе нужен стандарт, а если ты хочешь ActiveSync и MAPI, то, да, уже это Enterprise Call. Вот, там есть реально очень много нюансов, которые можно очень неплохо влететь, если с незнанием, и можно, в принципе, купить за адекватные деньги, если найти людей, которые в этом разбираются и не хотят на тебе безумное количество денег заработать сферу. Вот, ну и на самом деле 3-5 сотен вы можете попробовать посмотреть в сторону офиса 365, там, каких-то из его планов, потому что... При таком количестве не очень удобно. Если это одна организация... не очень спорно, но смотрите, все равно придется делать федерацию. Если все захотят ССО сразу, а это... вообще полностью уйти, я к этому... А, вообще полностью уйти? Ну, это плохой вариант. А как же, а вот здесь у тебя на земле шарик есть. То есть, и шарик туда тоже утаскивать, да, то есть, либо растягивать... Нет, я к тому, что, смотрите, если мы сейчас рассматриваем... Ну, давайте так, в СМБ на 300-500 человек шарик, его внедрение там будет стоить некислых денег. Поэтому, как правило, я так понимаю, что там, ну, судя по вопросу, там какие-нибудь два контролера домена абсолютно стандартно поставленных. Ну, я так подозреваю, да, это не там... просто то, что я предполагаю, сходя из вопроса. Стандартная AD, там пара-тройка файловых шар, экшенч поставлен, и в нем крутится почта. Вот, скорее всего, вот примерно такая инфраструктура. Потому что если бы там был шарик и прочее, 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 там уже с большой долей вероятности был бы такой прожженный виндовый админ, для которого не было бы вопросом там, сколько бы это стоило. Потому что уже скорее всего... А вот здесь я с тобой не соглашусь. Денежки считать никто не любит. И мало кто умеет еще. Вот. То есть, на самом деле, ну, не очень многие виндовы админы тебе могут грамотно посчитать лицензии. Да, мало кто из интеграторов это могут сделать. Я больше скажу. Я просто сталкивался с этим. Ну, здесь, здесь, на самом деле, вот, наверное, самый грамотный ответ на вопрос этого человека будет, сколько вы готовы отдать за это денег. Вот. Вы посчитайте, сколько будет стоить вам внедрение поддержки экшенжа на земле, сколько это будет стоить вам в облаке. Вы всегда можете сделать ССО, то есть, даже у вас есть домен, вы делаете федерацию с Office 365, у вас одни и те же учёточки, вам все удобно, только почта у вас в облаке. Причём, по своему опыту, могу сказать, что федерация делается буквально там в 15 кликов. Ну, сейчас, когда появилась виртуальная машина в Ager, специально для этого предназначенная, это да, оно делается в 15 кликов. Раньше было чуть-чуть посложнее. Ну, ладно, не суть. Да, очень такой, непростой, на мой взгляд, вопрос, решение по борьбе со спамом. Что, кроме RT, ПТР, блокирования DNS, грейлиста, SFP, и, короче, просто спихнули большое количество аббревиатур в одну строчку. Смотрите, я как бы начну, я думаю, коллеги поддержат. То, что здесь перечислено, это разные методы работы со спамом. Первое, то, что мы говорили, это приведение, проверка на соответствие приходящего письма RFC. Здесь, как бы, да, тут из этого всего относится только ПТР. То есть, проверка на наличие в соответствии IP-шника, с которого приходит имя доменного. Вот. Там еще, на самом деле, достаточно большое количество вещей, которые можно настроить. Это вообще наличие записи, просмотра MX-ов и прочее, 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 прочее. Вот. Что касается вот грейлиста, да, на мой взгляд, очень шикарная штука. Она отбивает большое количество ботов по причине того, что никто не будет ждать там, те же самые там полминуты для того, чтобы второй раз попробовать отплавить письмо. Ему проще там пройти дальше и отправить еще там десятку человек за это время. Соответственно, SPF записи, да, это, на мой взгляд, отличная вещь, но, к сожалению, далеко еще не все ее начали поддерживать, потому что это не стандарт, это такая общая попытка это сделать, но без нее вы не имеете права не принять почту без наличия этой записи. все уважающиеся почтовые сервисы не имеют. То же самое как The Keep, или как он там правильно? Дмаг, по-моему. Да, Дмаг, то же самое, то есть, когда ты письмо подписываешь, что он... Это действительно очень сильно уменьшает количество спама, но, к сожалению, это еще не все поддерживают, и для того, чтобы это настроить, надо понимать, что ты делаешь. коллеги, а по поводу борьбы со спамом, есть то, что мы еще упоминали, это аппаратные какие-то, ну, либо программные решения от ведущих вендоров, вот, например, Cisco Ironport, очень известный продукт, который занимается борьбой, фильтрацией спамом. Вообще, я бы на самом деле их подивили просто на два класса. Первое, это те, которые смотрят, насколько ликвиден получатель, да, это, соответственно, письма RFC стандартом. И второе, это анализ самого письма. И это надо очень четко различать, на мой взгляд, потому что это два метода, которые, они, как могут жить и отдельно, могут жить и вместе, могут друг другу дополнять, а могут друг другу мешать, в зависимости от того, насколько все это правильно настроено. Вот, в моей просто практике мы, как правило, обходились настройкой стандарта RFC, соответствие, игры и листом. этого в большинстве случаев хватало. Спам потихонечку капает, но не в диких объемах. Коллеги, я думаю, расскажут еще про свои какие-то эти внедрения или решения, с которыми мы сталкивались. Как бы особо нечего сказать, да, все так. Еще, как бы, в том же самом экшенже пользователь сам может формировать там, white blacklist. То есть, он может сказать, что вот это спам, и при том, если я правильно сейчас помню, есть механизм, который действует не для почтового ящика пользователя, не только для почтового ящика пользователя, а целиком для сервера. Когда со всех почтовых ящиков собираются там, грубо говоря, blackmail, если делается еще дополнительный список по фильтрации. А так, да, ну, RFC, анализ содержимого, все, насколько умная там железка будет это или софт это делать, вот, умеет ли он там распознавать картинки, ну, так, в любом случае, совсем от спава избавиться, я думаю, невозможно. Всегда найдут какую-нибудь лазейку, через которую одно или два письма, ну, будет приходить. Да, тем более сейчас развиваются нейросети и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что, возможно, как вариант попробовать посмотреть в эту сторону, когда у тебя уже не привычные нам схемы работают, а машинное обучение и прочее. Я понимаю, что, как бы, говорить в одной фразе про почту, которая уже сколько там, лет сорок, по-моему, этому протоколу, ну, в общем, там уже... 53 писали тут. О, 53, то есть я еще очень сильно омолодил этот протокол, которому уже 53 года и рассказывать про нейросети там, в связи с ним, по-моему, как бы, у многих может начать немножечко диссонанс в голове. Но, с другой стороны, да, безопасность вообще отдельная достаточно тема и, я думаю, если вы этим занимаетесь, сейчас тренд, то, что человек уже очень скоро не сможет защитить. Человек просто не успеет обработать то количество информации и защищать. Единственное, что может нас защитить, да, а спам это тоже своего вида атаки, потому что со спамом прилетают вирусы, со спамом прилетают фишинговые ссылки, со спамом прилетают просто, как бы, и это просто банальные деньги на то, что ты хранишь его на обработку, процессорное время. это все тоже можно в принципе посчитать, даже в деньгах, если сильно заморочиться, можно посчитать, сколько стоит тебе спам. И сейчас идет тренд на то, чтобы вот это все дело вынести в нейронные сети, которые будут, грубо говоря, как человек просматривать письма и в реальном времени решать. То есть, какое-то идеологическое развитие бейсовского антиспама, я бы так сказал. Ладно, давайте следующий вопрос. Очень такой веселый, меня всегда такие радуют вопросы. Практика использования бесплатных антивирусов на Linux. Практика есть, используют, есть бесплатные решения под Linux. Но, опять же, давайте там как бы там сказать, что они хорошие или плохие, тоже, я думаю, вряд ли можно, потому что где-то они могут где-то себя оправдывать, где-то себя не оправдывать. Поэтому, наверное, на мой взгляд, тут ответ такой, да, она есть, да, не существует. Как бы там сказать хорошо или плохо применимо в вашей ситуации, ну, это вам только, только вы сможете определить. Какие есть альтернативные МТА, чем они лучше или хуже? Вопрос, примерно, из той же серии, да, а альтернативные МТА чему? Ну, вроде мы рассказали, ну, МТА, я так понимаю, это mail-transfer-агенты, то постфикс, то там sendmail, тот же самый, smtp-сервер виндовый, ну, не знаю. Кто еще назовет? EMIX. Qmail, Qmail старый, добрый, который до сих пор где-то у кого-то работает. Да, тоже, кстати, как вариант. О, очень интересное сообщение, это не вопрос, но все-таки сообщение, которое, я думаю, стоит зачитать, возможно, даже вызовет среди нас какую-то реакцию. Работал админом, внутри сети были экшенжи, снаружи антиспам, антивир, клауд, фронтенд, онлайновая от Semantic. Тоже, кстати говоря, не знаю, как, сколько раз их насквился. На самом деле, этого добра было как грязи. Не, это еще не все сообщение, это я, извините, коллеги, там, что-то как-то так на Semantic нарвался, воспоминания нахлынули. Вот. Внутри этот, снаружи онлайновые антивирусы, антиспам от Semantic. Роутингом внутри компании между внешкой антиспама и внутренним экшенжем и между экшенжами занимались 80-90 высоконагруженных сэндмайлов на Red Hat, которые, в том числе и я, плавно мигрировали в PostFix. В компании было более 180 тысяч человек по всему миру. внутренняя почта между сэндмайлами, а, сабдоменами по странам вся ходила только внутри глобальной проватной сети. Вопросов нет, просто хотел поделиться. Ну, слушайте, я ничего не хочу сказать, но мне как-то немножечко странновато на тему того, почему внутри компании между разными экшенжами ходила по сэндмайлу, ну, наверное, тоже как вариант. Ну, что-то еще фильтровали, не знаю. У них же собственные там коннекторы, именно, которые интерэкшенж, вот они как раз ТЛСные, которые они друг между другом могут присылать почту. Как-то странно все это, да. Ну, с другой стороны, раз, как бы, такое существует, значит, возможно, там был какой-то легоси, что, почему так возникло. Ну, по-моему, немножечко странновато архетик. Ну, тоже имеет право на жизнь. Да, следующий вопрос. Что значит высоконагруженный почтовый сервис? Сколько сообщений в сообщениях в минуту, в гигабайтах в минуту, в гигабайтах на диске в количестве пользователей? Я так понимаю, это вопрос, как их сравнивать или в чем мерить? Как снизить, как снизить почтовики по этим параметрам? Понятно, что минимум нужно два почтовика, а когда нужно больше и какого размера виртуалки сервера? Я точно могу сказать, что Gmail, Яндекс, Почта и Mail.ru это высоконагруженные почтовые сервисы. Других высоконагруженных почтовых сервисов я, честно сказать, не знаю. Потому что... Office 365. А, да, пардоньте, забыл. Microsoft, да, Office 365. Да, вот. Вот это, например, точно высоконагруженные почтовые сервисы. Я, честно сказать, очень сомневаюсь, что в какой-либо компании можно сказать, что будет сервера и вообще почтовый поток аналогичны этому. Ну, просто банально по количеству людей, которые там используют. Вот. если вы ориентируетесь на вот такие высоконагруженные сервисы, то там, в общем-то, это все абсолютно самописно. Там нет решения. Если вы, как бы, если у вас какие-то там есть более-менее понятные параметры, то есть банальнейший, ну, как бы, если мы рассматриваем Exchange, то есть онлайновый калькулятор, где можно просто посчитать по всем вот этим вышеозначенным параметрам, какие вам нужны лицензии, сколько вам нужно процессорных мощностей и прочее, прочее, прочее. Но вообще, в принципе, на мой взгляд, надо просто смотреть, что вы хотите от этого получить, сколько у вас людей, и если тут вопрос про высоконагруженные сервисы, то это надо рассматривать в каждом конкретном случае. Нельзя, то есть, прийти и сказать, что вам там нужно столько памяти, столько этого, потому что, как минимум, очень мало данных. Коллеги, что-нибудь добавите? Ну, что-то добавлять. Да, по крайней мере, нужно знать предполагаемое количество почтовых ящиков в этом высоконагруженном сервисе. Исходя из этого, уже есть рекомендации, например, то, что у вас 0.1 и опса до каждого почтового ящика должен быть вообще ниже. Или 0.2, я не помню сейчас. По памяти там, то есть, сайзинг считается исходя из размеров. А если посчитать сферическую лошадь в вакууме, ну, как бы, такого не получится здесь. Да, потому что мы можем насоветовать все, что угодно. Вот, что нового в почтовых протоколах? РФС интересные новые может есть? Ну, я не знаю, так же, как 100 лет назад. Поп-3, мап, SMTP, мапи. Больше ничего нету. Ну, мапи двух версий. 2003-го без шифрования и с 2010-го начинает только шифрование. Вернее, первое, которое было у нас RPC-овер TCP, второе RPC-овер HTTP. А так в почтовых протоколах ну что? Зачем? Уже все есть. Да, следующий вопрос. пока он последний из Google формата, что у нас прислали. Какие есть большие внедрения коллаборации сьютов, кроме продуктов MS? Продукты, число пользователей и компаний. Ну, вот здесь ничего не могу сказать. Коллеги, что-нибудь можете прокомментировать? Есть разных сервис-провайдеров, ну там какой-нибудь инфобокс посмотрите. На самом деле сейчас сервис-провайдерам невыгодно делать такие штуки, им проще перепродавать Acer дешевле. Потому что, во-первых, построить такую систему достаточно сложно, а во-вторых, ее же придется поддерживать потом. И лучше реселлом заниматься, честно. Ну и на чем ее строить совершенно непонятно, кроме как на продуктах. Ну, а на продуктах МС вот десятка, ладно, понятно, там можно было построить, слэш-хостинг, потом все это дело сделать, можно. Для того, чтобы понимать масштаб проблемы, идется, смотрится документ на docs.microsoft.com. Страница, по-моему, в 10, в котором написано, что нельзя делать, вернее, какие косяки в вашей инфраструктуре, если вы делаете хостинговые экшенжи, приведут к тому, что у вас лежат поддержки. Там реально таблица, вот, например, вы делаете там общие почтовые ящики. Вот так можно делать, так нельзя делать. И вот, ну, сейчас уже нет большого смысла кому-то что-то внедрять, уже все внедрили. Да, у нас тут, кстати говоря, пришла еще пачка вопросов. Расскажите про решение МС и не МС по антиспаму, антивирю, выявлению чечек. Ну, смотрите, по антиспаму, антивирусу мы вроде как выше сказали, потому что МС не особо делает, у них есть облачный антиспам, антивирус, но вот по своему личному опыту я хочу сказать, что это как-то у нас лично не зашло. Там слишком мало возможности подстроить под себя. И у нас почта достаточно важный такой приоритетный способ общения, чтобы мы могли сидеть там ждать героически ожидая, пока все это обучится. Выявление ученщик, слушайте, это безопасность. Об этом можно говорить не один десяток подкастов и рассказать дай бог 5%. Поэтому скажем так, это есть в Экченже достаточно сильно последнее время они продвигают вопрос безопасности. Там действительно есть шифрование, есть возможности копирования каких-то писем. базовое ДЛП есть в Экченже. В Штаннадцатом точно по крайней мере есть. Я бы все-таки не назвал его базовым ДЛП, но какие-то зачатки точно есть. Зачатки ДЛП там уже есть. Там есть достаточно большой функционал на эту тему. Как минимум упоминалась такая замечательная вещь, судебное удержание, когда вся почта человека сохраняется практически навеки вечные. И никак ее не потереть. Понятно, что потереть можно, но достаточно сложно. Поэтому это просто отдельная тема. А с точки зрения земельных антивирусов и антиспамов в общем-то просто повторюсь. Циско, Полиальто, Касперский, как ни странно. Кто там еще из этих таких семантик тоже, ну, это нелюбительный на мой взгляд, Фортинет, то есть, ну, это люди, которые там сильно заморачиваются на эту тему, на безопасность, и это вообще просто отдельная вещь. Вот, чем отличаются корпоративные тарифы почтовых облачных сервисов от частных? Деньгами и возможностями. Ну, как бы тут, по-моему, обычно есть просто на каждом сайте страничка со сравнениями. Вот. Сложно что-то добавить. У меня эпичная проблема. Можно я прокомментирую? Сказу, я прочитал это. То есть, это типичная проблема, когда я не люблю читать документацию. Вот этот вопрос называется Send As Behalf отправка на стороне. То есть, выдается право можно выдать право без подключения второго почтового ящика. То есть, читайте документацию, там все это описано. Вот прям очень хорошо. И тут, кстати, понимаете, у нас начали появляться вопросы, когда у нас уже просят решить их технические проблемы. То есть, уже не по крайней мере этот вопрос. Вот. То есть, нас считают пневматическим чатиком. Давай следующий. Да. Есть большое расхождение по функционалу между Outlook под Mac и Windows. Когда это прекратится? Вопрос к Microsoft. Но насколько я знаю, вот у меня мой руководитель, технический директор нашей компании, сидит на Mac, у него стоит офис Mac, соответственно, MS-овский офис под Mac, и он не видит разницы. и вопрос по разнице функционала, бог его знает. Под Mac не юзал, но по-моему особо большой разницы нет. Пусть хоть на дископе... Разница по Outlook довольно большая. Если Word с Excel на Mac похожа на то, что на Windows, то к сожалению Outlook совсем не дотягивает. А в чем он не дотягивает? Кстати, просто интересно. Слушай, ну вот как-то так не готов сказать, но он совсем да, 2009 по-моему. Ну MS не особо интересно. То есть у них есть как бы не хотите пользоваться Outlook из офиса идите в веб клиент. Там все есть. И работает лучше. Сейчас я просто дочитываю. Вот любимый вопрос. Есть в никсах аналог DAG в Exchange. Даг вопрос спасения. Особенно при падении всего и вся. Когда Exchange научится уменьшать свои базы? Это следующий уже вопрос. третий уже совсем интересный. Давай на первые два. По поводу аналога DAG в Exchange я не знаю. Очень навряд ли. Потому что я не слышал. Извини извини. Поправлю. CommuniGate Pro говорит о том что он так умеет. Но опять же в связи с тем что мы его особо так не рассматривали. Ты знаешь последний раз когда видел CommuniGate Pro в тринадцатом году дага был на файловер кластеринге с сеном. Может быть что-то с той поры изменилось за пять лет. Молодцы. Но пять лет назад у них такого не было. Спасение вас ничего не спасет. Если по-хорошему. Спасет грамотное планирование при падении всего и вся. DAG просто позволяет вам обеспечить большую доступность высокую доступность сервиса. ну и в случае чего сохранность баз данных максимум что вы потеряете это последние письма. Есть такая теоретическая вероятность ой даже не последние письма есть теоретическая вероятность что вам придется ресидить соседнюю базу то есть потеряется на ней лог она перейдет в некраситет состояние и вам придется заливать заново основная база будет живая непонятно это не спасение это просто очень удобный инструмент обеспечения высокой доступности и кроме обеспечения высокой доступности это шикарный инструмент по поводу когда у тебя почта должна работать 24 на 7 проведение тех каких-то обслуживаний обновление серверов я с тобой полностью согласен ты уводишь активные копии на другой сервер дага один из них обновляешь делаешь с ним вообще что хочешь можешь запустить exchange это setup.com.slashrepair и восстановить сервер и у тебя сервер будет предоставляться да можно днем спокойно душой почтом админом работать по поводу уменьшения своих баз ну коллеги есть такая штука которая называется окна обслуживания если у вас есть даг выделяете окна обслуживания и дефрегментируете пассивную копию базы уменьшается ее размер по поводу диких требований exchange ну это вот откуда-то взято непонятно например по поводу иопсов у них постоянно падают требования то есть к дискам требования падают в плане памяти ну может быть но и техника же на месте не стоит если раньше сервер там с 30 даже двумя гигами оперативки считался прям вау это очень круто блин у меня дома 6 4 стоит рабочая станция то есть именно рабочая станция и время-то идет сейчас ресурсы стоят копейки и если мы говорим про удобство высокую доступность и все остальное то здесь как-то стоимость оборудования она не очень высокую роль играет те же самые лицензии дороже стоят да с этим согласен по поводу вот простите голым задом в интернет почему моветон всегда можно было выставлять просто ну выставите вы его и что самое главное отключить open relay на нем чтобы через вас не стали массово рассылки делать и вас не забанили везде на свете и ну как бы антиспам нужен ну выставляйте его пожалуйста проблем-то никаких нет даже именно я не вижу ну на самом деле microsoft сам по себе начиная с 2013 и 2016 версии говорит что коллеги мы там убираем роль edge и возвращаем потом обратно ну они вернули как бы потому что многие начали выйти из интерпрайза а как же у нас тут многомиллионные контракты на антивирусы антиспама они вообще там должны на отдельных машинах стоять ну и как-то они потихонечку вернули кстати а в 16 по-моему нет уже этой роли да нет нет опять с каким-то пакетом обновления ну это же сейчас на линуксе можно поставить взять тот же самый антиспам он существует как минимум в двух апостасях под винду и подлин то есть под edge экшенжа и под какой-нибудь линуксовский постикс вот я других не видел вот поэтому на самом деле там немножечко другая ситуация вы если выставляете экшенж наружу вам надо заботиться о проблеме перебора учеток вот это большая проблема чем там вас попробуют ломануть сам экшенж вот то что особенно ну как бы есть без практик да если у тебя там перебирают учетки ты их блокируешь это настраивается водышечки это очень многие делают но весь очень веселый прикол что если вам захотят например сильно подпакостить они могут взять и начать перебирать эти пароли под учетки на самом деле на самом деле вот про то про что ты говоришь покрывается механизмом экшенжа троттлинг ты можешь установить и количество попыток логина с одного IP адреса и попыток ввода пароля с одного IP адреса и ресурс сколько там занимается ну то есть это можно на стороне самого экшенжа сделать вот посчитай называется экшенжа троттлинг у нас в свое время была проблема когда люди экономили брали один почтовый ящик с имапом ну то есть субстандартной лицензии подешевше и вешали на него 10 устройств по имапу и в какой-то момент у экшенжа срабатывал ну то есть так как это был сервис провайдера пришлось чуть-чуть подкрутить политику троттлинга и буквально через 2-3 часа эта учетка блокировалась на сутки из-за того что слишком много TCP соединений с нее шло вот вот именно к этому почтовый ящик было много TCP соединений ну давай продолжим ну что там так еще быстрое обновление адресной книги адресных листов и так так далее как это быстро быстро есть кнопка прямо в Outlook чтобы это дело обновить так автомат обновляется раз в сутки насколько я помню по дефолту кстати почему не рассказали про архивные почтовые ящики забыли рассказали в начале а кстати да про онлайн ну да было вот была тема был прикольный кстати говоря действительно вот у нас пользуются я например счастлив потому что можно выделить вытащить их в отдельный диск и не париться по поводу стоимости хранения этих там да само собой на какой-нибудь там 6 рейд запихнул и бэкап туда прикрутил какой-нибудь раз и прекрасно там жить будет да нас коллеги кстати говоря в чатике обвиняют о том что мы там поверхностно бегаем поверхностно поверхностно но я в самом начале подкаста сказал что у нас нету задачи рассмотреть какой конкретный продукт как он настраивается пошагово правильно есть документация в интернете достаточно богато на любой продукт здесь основную цель этого подкаста мы преследовали именно сделать обзор на существующее решение чтобы у людей которых встает выбор а что же нам в общем-то делать и куда нам податься с нашей почты было место где у них скомпонуют и расскажут им о тех или иных достоинствах тех или иных решений да понятно что решение мы там взяли в общем-то по большому счету основных игроков и есть куча всяких нишевых вещей есть там куча бесплатных как под винду так и под линукс почтовых серверов которые вы можете поставить но пойдя на это вы рискуете агрести потом в случае чего если что-то пойдет не так если там на ту же зимбру на тот же самый эксченч на постфикс есть просто километры килограммы килотонны всякой документации есть огромное количество форумов людей которые про это знают каналчиков и прочих всяких вещей то например про какую-нибудь хуавей пбх клоуд вы ничего не найдете вам даже поддержка хуавейная будет очень долго помогать с любой проблемой да то есть вопрос выбора еще один момент почему правильно выбирать известные продукты если они покрывают ваши требования или они не покрывают требования но вы можете с этим смириться это вопрос быстроты и простоты их поддержки мы это уже кажется обсуждали где-то там немножко в другой випостаси но все-таки если у вас продукт известный вы всегда найдете там как правило решение этой вещи вы будете знать что продукт скорее всего будет развиваться у вас есть большая уверенность о том что завтра его не закроют разработчики в нирвану не будут курить бамбук будет поддерживаться новый какой-то функционал ежели вы хотите использовать какой-то сильно специфический софт вам придется с этим столкнуться в том что есть с этим проблемы и соответственно если вы человек ответственный вы должны понимать что для компании в которой вы работаете принятие таких решений может стоить очень больших денег потому что компания может просто банально встать из-за того что вы не сможете починить а это в общем-то уже достаточно плохо как финансовая так и с чисто человеческой точки зрения зачем же самому себе в карму гадить вот у нас есть кстати еще вопросы вот тут есть очень интересный вопрос что надо предпринять чтобы векс экономить место ящики растут как грибы до 50-60 гб оборот писем в день исходящий плюс приходящие 90-120 тысяч как замедлить их рост убивать человеков на самом деле вряд ли я думаю что там скорее всего какие-нибудь дурацкие есть входящие правила которые смотрят ага письмо пришло тому-то давай-ка мы его транслируем еще в 10 почтовых ящиков ну то есть сделаем пересылку цц вместо того чтобы завести один общий почтовый ящик подключить его этим 10 людям и туда валить какую-то почту чтобы она была в одной копии а не в 30 людей и я думаю что таким образом можно очень то есть продумав грамотную организацию почтового потока можно снизить размеры почтовых ящиков очень хорошо при том ну и по поводу снижения тоже почтовых ящиков да извини прерву есть чисто административный ресурс под названием выделение квоты вы можете обсудить это с руководством на тему того что вот у нас там такое безумное количество писем либо вы соответственно начинаете тратить денег на то чтобы закупать железо чтобы это поддерживать либо вы выставляете лимиты и тогда люди там либо складируют эту почту к себе в пстшники либо удаляют то есть это уже не столько технический вопрос сколько местами еще весьма административный я хотел сказать что вот например для меня было неочевидно вот у нас в организации например есть ссылка на которую подписано порядка 100 человек и в эту рассылку прилетает в день порядка 3-5 тысяч писем естественно такое читать невозможно и каждый делает себе фильтрацию этой рассылки раскладывание по папочкам и вот это как раз приводит к тому что почта дублируется многократно и многократно на северной стороне и от этого лимиты на пользователя они не очень спасают но это специфика организации что с этим делать единственный на мой взгляд выносить веб то есть присылать ссылки и держать это в вебе чтобы соответственно люди просто переходили по ссылкам и смотрели там тогда писем то будет много но места они занимать ну или сделать папку с этими письмами куда все будут ходить когда им нужны эти письма и смотреть то есть это как раз потому что говорил Сергей нужно продумать как организовать вот эту работу с почтой может быть убрав какие-то группы рассылки и переделав эту систему получения информации в них можно и сократить собственно говоря объемы да такое тоже как вариант ну что коллеги вроде как мы уже там два часа вещаем у нас сейчас пачка вопросов про open source давайте я быстренько пробегусь отвечу давай да значит общая адресная книга ну в зимбре вроде бы есть общая адресная книга можно настроить посмотрите я у нас у нас по-моему не было общая адресная книга она есть там она на базе LDAP и фото на контактах она тоже умеет делать то есть там какой-то LDAP то ли open LDAP то ли что-то еще и на его базе строится адресная книга глобальная да и сразу же мы начинаем отвечать на вопрос номер 4 отказоустойчивость если у нас где-то есть open LDAP про отказоустойчивость можно говорить только на уровне образа виртуалки в целом потому что open LDAP ну если дублировать вот я на самом деле немножко подготовился как бы все-таки я посмотрел на то о чем мы будем говорить в Зимбре отказоустойчивость именно на уровне почтового сервера делается с использованием СЕН это вот именно поддерживаемое решение не поддерживаю я думаю там с помощью какого-нибудь ДРБД может на колхозе все что угодно не надо этого делать пожалуйста коллеги ну послушай ну я же я же не настоящий линоксойт я просто делаю как бы гипотетические предположения можно можно единственное что раз уж мы говорим сразу перешли к отказоустойчивости хочется сказать о том что коллеги если вы какое-то решение внедряете вы пожалуйста не забудьте его протестировать во-первых в лабе у себя до того вы его внедрите ну а во-вторых надо в том числе и в бою его тоже тестировать а в-третьих задокументировать как вы его сделали да и после того как вы просто составите план работ по организации отказоустойчивости возможно вы посчитаете количество времени посчитаете трудозатраты посчитаете стоимость махнете рукой скажите не будем лучше бэкапами обойдемся как-нибудь тоже вариант да значит клиент андроид мак айфон линукс ну стандартами мы пользовались всегда клиентами тандерберт то же самое или там кейтвелф для или кейнайн он называется по-моему для андроида то есть никаких специфических клиентов опенсорсных я никогда не использовал брал вот то что там грубо говоря в стори первое да и поехали но это тандерберт исторически все что нужно мне он в принципе умеет пуш уведомления на мобильном клиенте хороший вопрос не знаю как с этим в зимбре надо посмотреть у других опенсорсных решениях пуш уведомления на мобильном клиенте есть ну с отказоустачивостью тут в общем есть масса вариантов вопрос в ваших целевых метриках как быстро вы хотите восстанавливаться от чего вы хотите восстанавливаться какие у вас есть на это в общем ресурсы и это скорее всего вам нужно просто садиться дизастерный кавери план рисовать и уже по нему действовать это многоуровневый документ с большим количеством различных вариантов которые как бы обсуждать которые это еще два часа разговора минимум поэтому я бы остановился на том что отказоустойчивость опенсорсных почтовых систем это сложная многоступенчатая тема нужно по каждому компоненту говорить отдельно разделять где у вас есть стейт где у вас нет стейта какие именно события вы хотите переживать потому что та же самая отказоустойчивость на уровне допустим резервирования стороджа ну да вот зарезервировали вы сторож окей а бэкапов у вас не было и залетел какой-то дятел и удалил вам логически вашу базу данных что вы будете делать архивирование писем вообще я не в курсе честно вам скажу как делать архивированные писем у нас они лежали без архивирования более того ну как это я же говорил уже про небольшую анархию в моем собственном почтовом ящике валяются 1200 наверное писем я не архивирую ничего не могу про это сказать лежат как есть общие календари ну смотрите общие календари делаются просто через в самом простом случае общий файл календаря по моему в зимбре так и сделано никаких более умных вариантов я по моему просто не пробовал может они и есть общие задачи мы не пользовались ну опять где есть общий календарь есть общие задачи наверное ничего не могу более толковое сказать ну это именно так и есть то есть если есть общий календарь у тебя есть ты там сделаешь либо событие либо задача да 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 все а дальше из технической плоскости мы переходим в административную потому что много лет живу а задачи в итоге ввиду просто в личном гитлабе выше почему-то это оказывалось удобнее чем надо сказать что аутлуковский например общий календарь он почему-то удобен вот именно назначать митинги там какие-то встречи то что там есть сертификация вот это вот кайфово заходит ничего сравнимого по удобству опенсорса я не наблюдал никогда поэтому пользуйтесь аутлуком пользуйтесь экшенчем ну не надо вот да ну слушай действительно это так и есть везде где везде где у нас есть какая-то коллаборация везде у всех стоит экшенч в том или ином виде либо облачный либо такой ну согласен хочу кстати говоря еще немножко похолеварить по поводу этого аутлук имеет в зачаточном состоянии коллаборацию даже без экшенча это очень прикольная тема для со всех маленьких контор где там 3-4-5 человек сидит и они умеют грубо говоря если они в одной сетке они умеют между собой взаимодействовать и делать какую-то общую там задачу да ладно берешь подключаешь с гмыла по имапу почтовый ящик у тебя там есть календарь и ты можешь этим календарем поделиться со своим соседей Петей если вы в одном домене вообще без проблем окей значит дальше антиспам ну первый раз я спам ассессин настраивал дай бог памяти в 2000 что ли году вот с тех пор он так и есть и в зимбру тот же самый спам ассессин входит с тем же самым набором правил есть если вы хотите заморочиться есть варианты типа rspam.di который написал коллега который раньше в рамблере работал он вроде бы побыстрее сканит потому что спам ассессин написан просто на перл а перл это так себе история но в целом я так бы сказал вспоминая то что коллеги говорили про нейросети машинное обучение чем у вас больше почта организация получает тем вам проще фильтровать в пределе вы должны быть большим там провайдером типа гугла а если вы не гугл то проще всего вам наверное обратиться к людям которых есть статистика по большому количеству писем потому что тот же сам аэронпорт он поскольку все устройства так или иначе общаются через облака если где-то они внедрены ведется общая база писем ведется общий скоринг как-то так или иначе где-то стоят ханипоты за которым эсиска следит и чисто статистически да за счет большого объема проходящего трафика прямо на ходу регулируется правило как-то подстраивается ну вот этот вот набор действующих в данный момент правил точно так же работает спам фильтр в mail.ru точно так же работает спам фильтр в яндексе и в гугле там есть просто большое количество трафика и анализ большого количества показателей в компании на 500 человек вы это сделать не сможете спам эсэсен работает так себе потому что он просто не успевает за современным миром сделать хорошую систему фильтрации спама опенсорсными средствами ну вот у себя дома невозможно просто у гугла получается до определенной степени а вам-то совсем недоступно антивирус опенсорсный антивирус опенсорсный называется клама.еви можно его поставить посмотреть что он работает сказать слава богу у меня на машине не Windows и успокоиться если у вас на машине Windows используйте клиентский антивирус и не полагаетесь на опенсорсный антивирус у вас на почтовике вы что кто за его правилами следит это та же самая история ну а вообще вот я здесь тоже позволю немножко повторять себе я вот на самом деле противник вообще любых антивирусов на серверах именно на серверах почтовые не почтовые без разницы даже файловая помойка антивирусы должны стоять у конечных клиентов то есть у пользователя стоит антивирус сервера не нужно нагружать лишним потому что вот этот антивирус он вот возьмет и ну не знаю и сожрет там вот 50% ресурсов и все ой слушайте мы сейчас начнем уходить глубокий холивар нужен ли антивирус на сервере не нужен да нет конечно нет не нужно я тоже я согласен совершенно не нужен антивирус на сервере потому что он дает некий вам false sense of security вы думаете что вы защищены нет вы не защищены с какой радостью точно он дает именно ощущение защищенности он вас не защищает он живет ваши ресурсы живет за ваши деньги и все ой слушайте мы реально начинаем уходить вообще в глубокую философию по поводу ощущения безопасности но зато хорошая тема давайте поговорим не ну давай мы сейчас Александр договорит вот смотри подожди подожди Серега вот ты ты говоришь что нужен антивирус на сервере я очень хочу тебе это вернуть ты как разработчик ты как разработчик ты говоришь что на клиентской рабочей станции на которой у тебя среда разработки ты просто не можешь использовать антивирус могу почему у тебя нет антивируса есть но у тебя его нет есть у меня Касперский стоит Касперский стоит я затрахал я затрахал этих товарищей у меня дефендер еще есть так что не надо ты вот дефендер даже не выключишь а если ты выключишь дефендер у тебя все админы все разработчики живут без антивирусов ну это ну давай вот сейчас мы точно уходим в глубоко философскую тему потому что вот смотри а то все друг с другом сочетались ну вот смотри я как человек который чуть-чуть в этом понимает да если я какую-нибудь гадость поймаю не шифровальщика да соответственно вот даже ну наверное если вот у меня всплывет окно к вам вот у вас хочет запуститься файл зашифрую тебя .exe вы хотите его выполнить да нет я конечно же отвечу нет и большинство ну сейчас рутки-то уже никто не делает сейчас понимаешь все в основном это шифровальщики а от шифровальщиков есть достаточно хорошая защита то есть ну на серваке антивирусы не нужны вот давайте остановимся на этом и продолжим я бы сказал что каждый останется при своем мнении пожалуйста пожалуйста я свое мнение высказал правила обработки писем правила обработки писем поскольку та же самая зибра хранит все в аймэп они задаются на языке сиев и можно прям на сервиной стороне их внедрить они будут пер-юзер работать можно ли внедрить правила обработки писем для нескольких юзеров ну в общем-то немножечко поприседав с башем можно я что-то такое делал у меня это работало но понятно что там язычок простой правила тоже были простые если вам нужны более сложные правила ну приведите пример таких правил я не знаю это вопрос про утверждение писем мне кажется что утверждение писем в зимбре не поддерживается и более того я не уверен что я вообще понимаю что это такое ну это смотри вот у тебя есть рассылка компании называется allsobacacontora.ru это там туда входят все сотрудники организации и ты хочешь чтобы любое письмо которое туда отправляют проходило подтверждение ты назначаешь ответственного человека и вначале это письмо уходит этому человеку и у него там приходит письмо типа вот на ссылку отправили такое-то письмо его отправить дальше да нет все такое делается сергей тут немножко ну как другая тема немножко про другое просто в курсе кто задал вопрос тут имеется ввиду может быть это тоже тут имеется вот такая штука допустим как сейчас сделано у меня допустим да прилетает письмо от кого-то да от какого-то пользователя оно это письмо находится в архиве Так как не все у нас пользователи грамотные, как уже ты говорил, можно запустить ваша счет-фактура .doc.exe, и потом начнется шифрование раздела диска и туда, куда тянет шифровающий. Поэтому архивы, которые приходят на почту, они попадают в некое утверждение. То есть админ либо хелпер смотрит, что в архиве, и подтверждает, либо отбрасывает весьма. Вот, имеется в виду, что... Это никак не противоречит тому, что я говорил. Я привел группу рассылки как пример. На самом деле ты можешь делать правила утверждения. То есть утверждение писем – это письмо, которое нужно подтвердить перед тем, как оно будет отправлено на адресату. Вот так. Ага, ну смотрите, я знаю, как частные случаи реализуются именно с группой рассылки, но для этого понадобится сторонний софт, который в Zimbresweep не входит просто. Вам нужно будет поставить какой-нибудь мейлман, завести настоящий список рассылки и вот туда уже письма там проиллюстрировать при помощи модератора. А сама Zimbresweep так не умеет. Ну и, собственно, в принципе, поскольку опенсорсный это софт, он, как это сказать, скажем так, не очень-то ориентирован на бизнес по ряду причин. Вот эта функциональность, она существует для списков рассылки, а списки рассылки – это такая немного внешняя по отношению к Collaboration Suite вещь. Так уж вышло. То есть на большие списки рассылки, которые такие межкорпоративные, я бы сказал, которые вот именно под этот процесс проекта заточены. Да, я вроде на все ответил. Ну да, вроде все закончилось. Да, вроде все поотвечали. Там в чатике у нас попросили еще упомянуть Horde или Horp, как-то там, честно сказать, сейчас недолистал название этого продукта опенсорсного альтернативы Zimbresweep. Ну раз она здесь ни разу не всплыла при разговоре… Да, я пользовался этой штукой. Ну смотрите, тут все очень просто. Я с большим подозрением, понятно, что многое из разного софта, Zimbresweep просто приехало как примеры, потому что оно наиболее известно. Horde я использовал, но видите, он написан-то на PHP. А я с большим подозрением отношусь к софту, который написан на PHP, потому что совершенно непонятно, какие туда замечательные ошибки могли написать разработчики. Сколько там дырка, сколько на памяти жрать будет. Ну память-то ладно, память это не страшно, а вот тот факт, что кому-то в принципе пришла в голову идея писать инфраструктурный софт на PHP, это большая беда. Я просто не готов, я внедрал этот софт, помню, но он где-то даже работал. Но по нему заметно было, что он на PHP написан, так скажу. Там некоторые вещи просто вот сломаны и привет, и как бы непонятно как быть. И это большая проблема. Слушай, но бэкэнд же пишут на JavaScript, ничего, работает до некоторого времени. Ну JavaScript это по сути дела уже ассемблер, на него уже сверху переделали транспайлер из чего угодно. Можно писать бэкэнд, я не знаю, там на PureScript транспайлерить JavaScript, это будет работать и даже рантайм ошибок не будет. А вот с PHP так, до такого как бы люди обычно не дорастают по ряду причин. Ну да. Смотрите, ну мы что-то как-то действительно уже там 2,5 часа вещаем, я боюсь, что уже мало кто будет дослушивать до конца. Антоха, а сколько у нас сейчас онлайн, интересно, сколько людей дожило до вот этого конца нашего диалога? Так, ну стабильно-стабильно 28, ну в среднем где-то было 33, в пике 46, да, статистика. Слушайте, ну круто на самом деле, спасибо. Все, кто нас слушает, большое спасибо за то, что вы потратили... Да, вы такие терпеливые. Да, я вот что-то как-то уже сам хочу закончить, потому что дальше, я чувствую, пойдет либо хулевар, либо уже там то, чего мы как раз хотели избежать, это углубление в частности. Есть, кстати, народ, кому чего добавить еще? Кто-то хочет сказать последнее слово? Молчание было ему ответным. Ну хорошо, соответственно, будем считать, что все, что хотели, мы рассказали, мы осмотрели, описали, оговорили, охарактеризовали, на мой взгляд, основную массу вещей, которые есть сейчас на рынке для построения почтовых сервисов. Замечу очень важный момент, локальных почтовых сервисов. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что это было вам полезно, и те, кто будет слушать записи, и те, кто будет слушать онлайн, уже послушан онлайн, вот. И, дорогие слушатели, всем спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Все, всем спасибо, всем пока. Всем пока. Да, всем пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»